12 UX принципов анимаций. Если ты не учишься хотя бы час в день, то ты живёшь зря. Как относиться к роботам-убийцам? Погнали. Всем привет, меня зовут Александр Гончаров. Меня Никита Тарасов, я просто не... Да. Чё ты? Ты не Никита Тарасов? Я, понимаешь, не был готов к тому, что, ты знаешь, ты вот, как будто вот ты влетел в двери подкаста. Я, знаешь, я вот как Вовке. Ты летишь, залетаешь в здание, но ещё из-за лага или просто из-за движка игры, ты полторы секунды ещё внутри здания пролетаешь на маунте, и потом тебя автоматически спешивает, и ты уже подбегаешь к квестовому НПЦ, потому что он чуть в глубине здания находится. Вот я так же к тебе вбежал, а ты не ожидал, что я эти полторы секунды ещё буду лететь, и поэтому... Да, а ты ещё летишь, а я уже вбежал. А я просто NPC, я там стою как бы и жду тебя. Да, сегодня мы все NPC. Короче, ты должен по классике сказать, что сегодня Блиц, но будет сраный три часа огребаный. Да, я собирался. Но вообще в прошлый раз у нас уже было более Блицово, чем в позапрошлой, поэтому растём, Блицуем. Сегодня мы с тобой Блицуем. Я знаешь, что я ещё хочу сказать? Подожди, последнее, последнее, что я хочу сказать, это, короче, то, что я хочу наругать людей. Ух ты, это я люблю. Я тебе объясню. В прошлый раз подкаст был выложен, короче, не в классическое время, типа, 4 часа дня, когда все на работе и всякое такое. Он был выложен, типа, в 11 вечера или что-то такое. Ну, по Челябинску, по Москве, это было 9 было, да. Вместо лучших наших любимых 4 тысяч просмотров, которые мы собираем с каждого ролика, лучшее, огромное количество просмотров, мы собрали сколько там? 2 тысячи, бля? Чего там? 1900, да, я не буду сейчас вдаваться в эти микро-подробности, у меня противно даже. Микро-согласен, что противно, абсолютно. Каждый, кто не послушал прошлый подкаст, каждый, должен быть выпаран чем? Подскажи мне, пожалуйста. 20 плетей, прямо на площади главной. Потому что не меньше. 20 плетей, всё, вот поэтому, поэтому. Я считаю, что надо вот всем запретить слушать этот подкаст, пока они не послушают прошлый. У нас же как бы по порядку всё идёт, правильно? У нас повествование. Это как сериал Lost. Если ты не узнаешь, что он в предыдущей серии там укололся таки героином, и не нажал, не ввёл цифры, то неинтересно смотреть следующее, потому что там у него уже он Bad Trip словил, и он чёрный дым увидел, поэтому... Причём там, как обычно, Пиппин, Мэри, там кто-то, Лост, Лост. Да, именно про него, просто именно этот чувак как раз наркоман был. Оп, спойлер, он нормальный стал. Правда, он потом всё равно сдох, пожертвовал собой, но да. Окей, короче, давай копируйте, или ты хочешь сказать что-то? Нет, я хотел сказать к минимуму, что у нас 156 выпуск сегодня, что время у нас 20 февраля, и пол-двенадцатого по Челябинску. Подкаст называется «Суровый веб», с вами проект UwebDesign. Вот так, в обратном порядке всё это произошло, но как бы... И меня зовут Никита Тарасович, и Александр Гончаров. Погнали! «12 принципов UwebDesign». И всё, и выключать просто сразу. А вообще, я просто тебе скажу, кроме того, что был прошлый подкаст выложен крайне в ночь, он ещё был выложен одновременно со стримом, то есть я прям на стриме его выкладывал. И вся эта аудитория же у нас смотрит, оказывается, стримы, судя по просмотрам. Просто прям все переключились на стримы и сказали, да ну нахрен этот подкаст. Ну да. И, кстати, надо сказать, в iTunes ничего не просело вообще. То есть там люди, они никак не зависит от времени дня, года. Там чистые, незамутнённые. Там самые чистейшие, кристальные люди, как метамфетамин в Breaking Bad. Да, да. 108% чистоты. Ладно, начинаем к тем, как переходить. Окей, первая тема нам предложили, между прочим. Илья Сергеевич предложил. И он написал «позалипать». Знаешь, когда вот пишут «позалипать», да, в принципе, то мне кажется, что это сейчас я вот открою тему, и там будет 100 тысяч картинок, 100 тысяч анимаций, я просто буду скроллить и ничего не буду читать. Оказалось, всё в точности, да, наоборот. Огромная статья. Просто самая длинная. Я сидел, честно. Вот ты мне сказал, что ты до этого спал. А я, знаешь, я поспал в середине этой темы. Вот серьёзно. Вот я не шучу абсолютно. Потому что здесь чувак какой-то, это перевод. Перевод чувака с медиума, короче. И он здесь сильно выёживается. И я тебе скажу, здесь ещё очень много... Я просто предваряю вообще всю статью, скажу, что, короче, здесь чувак пытается быть круче Диснея, я тебе так скажу. Ну да, я заводочку вижу, да. Это немного стрёмно, и причём в том смысле, что тут просто высосуха из пальца досвидосная. Я не знаю вообще, как он собирается быть круче, чем Дисней. А вот мы его прям на суд всех нашей многомиллиардной армии подписчиков, всемирной, мы его прям на этот суд сейчас выставим. Пусть ему стыдно будет тогда, если он не круче Дисней. Да, но я хочу сказать, что его зовут Исара Вилленс Комер. В принципе, нормальный чувак. Уже нормальный чувак. Вот, да. Причём переводит его прозрично Хэллен. Да, его Хэллен переводит. Удобный интерфейс с помощью движения. 12 принципов UX-анимации. И чувак сначала выёживается. Я там бла-бла-бла. Значит, последние 5 лет работал. Супер крутой. UX, UI. Я даже не буду читать его титул. И где он там, какой крутой был чувак. Говорит, написал супер статью, которая всем поможет, значит. Вообще, я сейчас предварю то. Почему вообще я эту темку тебе отписал? Давай. Потому что прошлый раз... Потому что ты-то уже знаешь по учителям. Нет. Потому что прошлый раз, когда мы говорили про 12 принципов, именно ты говорил эту тему. Там были как раз такие супер гифки, знаешь, квадратики. Ну, почти такие же, как тут, квадратики, только другие квадратики. Они были там в капхедовском стиле. Чёрно-белые такие с подёргиванием. И ты рассказывал ту тему. Я порешил, что должна быть некая преемственность. И вот. Ну, вот я принял её. Вот я принял. Я рассказываю. Чувак, кроме того, что он выёживается, он ещё говорит, что, типа... Вот знаете, есть, типа, анимация такая, которую считают, типа, которая должна быть на сайтах, да, условно. Но на самом деле UI-анимация, это совсем другое. Это, говорит, типа, вообще такая незаметная вещь, которая не должна бросаться в глаза. Она должна быть супер выполнена по юзер-экспириенсу. И никак, знаешь, не бесить пользователя, там, в каком-то смысле. Есть такое ёмкое английское слово «suttle», как «suttle patterns». Она должна быть незаметная такая, лёгонькая, но, тем не менее, всё равно нести микро-нагрузочку, так сказать. Да. Вот. И здесь он, опять же, говорит, вот, типа, давайте вспомним, типа, про диснеевские 12 принципов анимации. И, говорит, это вот вообще полный отстой. Типа, сейчас вообще так не надо делать. И у него есть даже тема с громким названием принципа UI-анимации «Дисней мёртв». Как бы, как Цой жив, только Дисней мёртв. Мы и так знаем, что он мёртв, но всё равно. Да. Короче, смотри, смотри, всё нормально. Он как бы обосрал Диснея, окей, засчитали. Допустим, что, допустим, он крутой. Я сначала, я думал, реально крутой. Вот реально, что-то новое скажешь. Тем более, что Дисней был нацист. Хотя, я не знаю, зачем мы вообще про это говорим, но, допустим. И, короче. Нет, потому что это круто. Потому что это хорошо. Вот, но нет, 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 нет. Мы, конечно, не об этом. Никакой пропаганды ничего Диснея, и в том числе Микки Мауса. Значит, здесь происходит что? Он говорит, сразу же начинает. Причём он не говорит про принципы. Он как бы говорит, сначала, видимо... Я вообще, зачем он это разгонять начинает, я не понимаю. Но, допустим. Типа, вот, например, давайте возьмём пример. Вот есть несколько анимаций, короче. А, не-не-не-не-не-не, я вру, я вру. Ни хрена ты завираешься. Ты прямо на вот этой теме, на вот... На лучшей теме, на первой завираюсь. Вообще, как Завиракс. Там реально тема про то... Сначала он просто рассказывает, что вот, типа, есть разные подходы к анимации, как к UI-анимации. Например, типа, когда человек может, когда пользователь управляет этой анимацией сам, или когда она пост-анимации как бы происходит. То есть, допустим, он нажал, и произошла какая-то анимация. Он начинает зачем-то это делить. Окей, ладно, поделил норм. Достаточно, я как-то скептически рассказываю тему, но мне, причем, так показалось. У меня так окрасилась тема во мне, в душе. Ну, конечно, мы же как кукушки, или кто там, пережёвывает пищу, и по своим подписчикам обратно уже пережёванные темки отдаём в нашей, так сказать, интерпретации. Поэтому всё верно. Да, главное, чтобы не как петухи, да. И, значит, и он здесь называет... Движение поддерживает юзабилити четырьмя способами. Здесь четыре способа. Ожидание, непрерывность, нарратив, соотношение. То ли он так пишет, короче, то ли Хелен так хреново перевела, что здесь такой костный язык досвидос. Особенно использовать слово нарратив. Я, как бы, мне нравится слово нарратив, как бы, я, в принципе, понимаю значение слова нарратив. Но я знаю, что есть нарратив геймдизайнер, чувак, который пишет сюжет конкретно. Вот. Но зачем ему везде это слово, видимо, ей так понравилось или ему так понравилось? Она на своём журналистском только недавно его выучила, и ей хотелось, так сказать, его применить. Ну, видимо, да. Вот. Ожидание — это, естественно, то, что, в принципе, ожидает пользователь от интерфейса. То есть он знает, что в жизни, там, я не знаю, можно отдёрнуть штору, например. И также он ожидает от интерфейса, что можно будет, там, сдвинуть какой-то блок, например, в приложении. Непрерывность — это то, что, ну, всё вот эта анимация, она как бы непрерывно, она как влитая стоит в интерфейсе, в принципе. Вот об этом непрерывность, что, типа, такое формирует целостное, такое, типа, взгляд на интерфейс. Нарратив, ну, это, типа, что есть какой-то сюжет, опять же, в этом во всём. То есть если у тебя есть какая-то анимация, в ней не должно быть бреда сраного. В ней должно быть всё классно, типа, там, я не знаю, условно у тебя карточки какие-нибудь в твоём интерфейсе делятся, на две, потому что, ну, короче, есть какой-то сюжет определённый, почему они поделились на две, потому что, там, хрен его знает, ну, вот ты так задумал. И соотношение, да, соотношение, типа, просто как соотносятся у тебя элементы анимации внутри, там, себя. Окей, это погорели, это на самом деле, вот к этому он вообще никак, ну, то есть вернётся, но окей. Принципы, приёмы, параметры и значения. Здесь он рассказывает, что вот, типа, в анимации есть градации, типа, есть принципы анимации, это самое главное, что вообще может быть. Есть приёмы, это то, как делать эти принципы, типа. Можно расценивать как разнообразное неограниченное исполнение принципов или комбинации принципов. Есть параметры. Параметры конкретно объекта, которые анимируются для создания приёма, бл-б-б-б. Это, короче, чтобы приёмы делать. Есть значения, это, видимо, чтобы параметры делать. Окей. Вот есть такая, типа, градация, принципы приёма параметра значения. Это тоже всё, это забыли, опять же. Ну, не забыли, мы помним про это. И здесь он, короче, начинает всё, 12 принципов UX в движении. И тут надо сказать, что нахрена он взял 12 принципов? Типа он закосил под Диснея, видимо. Потому что из этих 12 принципов, мне кажется, принципов 5 повторяют друг друга, как будто. Они как бы по-разному называются. Ну, типа, ну ты понимаешь, короче. Короче, 12 принципов умерли, да здравствуй, 12 принципов. 12 принципов умерли, да здравствуй, 7 принципов, да. Вот именно так. Ну, короче, вообще, очень сильно притянуто завершено. Ну, допустим, первый принцип смягчения. Мне даже понравилось. Окей, смягчение норм. А он даже умудрился запилить такие же гифки примерно, как... Он запилил гифки такие, что у меня браузер виснет на их. Вот я не шучу абсолютно. Да, у меня наоборот, у меня даже вот ни кулера не крутятся, как-то приятно. Ну, видимо, в Safari норм. У меня в Chrome не очень. И самое главное, что он в конце пишет, типа, надеюсь, не убил ваш браузер. То есть он шутит шутки с нами, типа. Хотя он убил, реально. Я сидел, что-то не мог проскролить. Окей, смягчение. Ну, смягчение, это просто он рассказывает, что вот, типа, чуваки, вот посмотрите на разные анимации. Вот посмотрите на анимацию, которая супердерганная, такая быстрая, короче, когда все летает, короче, и ты не успеваешь смотреть за анимацией, за движением. И посмотрите, типа, на плавную. Я, говорит, делаю вывод, что вообще в любых, типа, абсолютно в любой анимации должна быть плавность. Потому что, типа, у нас в жизни есть плавность. Типа, у нас нет каких-то суперрезких таких, знаешь, когда ты вдруг шел-шел-шел по улице в 30 фпс и вдруг начал в 60 фпс двигаться. Такого не бывает. Поэтому, короче, все должно быть плавно. У нас, типа, все плавно в жизни. Это первое. Я не буду, честно, вот не буду сильно долго сидеть, потому что мы уже 17 минут, я уже вижу, что мы 17 минут разговариваем, а у нас блиц. Почему? У меня 12. У тебя, видимо, опять как-то искажения со временем. Не, я вместе с нашими сначала 5 минутами, где мы обсуждали, какие у нас лучшие слушатели. Вот. Не, у меня реально, у меня вообще... Да я в скайпе смотрю, я в скайпе смотрю. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я в скайпе просто посмотрел. А, в скайпе, ну это-то, блин. Вот. Принцип второй. Смещение и задержка. Так, задержка, это не та, про которую вы подумали. Смещение и задержка, это, короче, про то, что у нас есть какие-то объекты в анимации, и, типа, все... Я, слушай, то рассказываю, или... Да, это то, то, то. Короче, у нас объекты в анимации, они делятся, опять же, по тем самым движениям. То есть, если у нас несколько объектов, особенно если они одинаковые по форме, движутся в одном направлении, например, а другие в другом, соответственно, мы понимаем, что, типа, это разные стопочки, разные группы этих объектов, они за разные отвечают, например, за разные функции, там. Вот. Это об этом. То есть, анимация нам также помогает их сгруппировать, так сказать. Да, да. Принцип третий — родительство. Ты, кстати, сам для себя отмечай тоже, что он, короче, что притянуто и что повторяет друг друга. Да, слушай, я вот еще бы помню диснеевский. В общем, вдруг он мне диснеевский заново продал сейчас, как ручку. Я даже не про диснеевский, я про то, что он сам себя повторяет. Они пока сами себя, так сказать, сами себе не противоречат, и картина мира, ну, достаточно целостная, да. Не, я к тому, что он себя повторяет. Он в каких-то последних пунктах, он же, типа, такой, ну, на 12, пока нормально, пока нормально идет, да. Принцип третий — родительство. Родительство — это говорит о том, что элементы в анимации, они связаны друг с другом, какие-то, с какими-то. Чтобы мы понимали, допустим, если мы свяжем два элемента, условно, одним движением, опять же, или, там, я не знаю, условно, одним и тем же затемнением, одним и тем же блюром условным, то, короче, мы понимаем, что у них есть какая-то взаимосвязь между собой, соответственно, они вместе взаимодействуют, и, типа, они об одном говорят нам. Это вот, это вот есть, типа, родительство. Окей, окей. Не противоречат пока. Не противоречат пока. В принципе, четвертый — трансформация. Трансформация. В дизайне и в UX-анимации очень... Причем, мне нравится его пример, где он слайдер со смайликами, то есть там сама точечка и смайлик сверху, они вместе скроллятся абсолютно с одинаковыми FPS по тебе. Поэтому, да, видно, что они, ну, что-то главное, что-то дочернее. А вот тот дочернее, сам смайлик, у него внутри там уже чуть-чуть другая анимация, но их все равно объединяет это общее, поэтому пока мне вообще нравится. Я буду сегодня плохим полицейским. Нет, ты будешь хорошим полицейским, я плохой уже полицейский. Ну ладно, просто я для тебя плохим. Ты для меня плохим, да, будешь. Ты для меня будешь плохим полицейским. Принцип четыре — трансформация. Здесь тоже достаточно все прозаично, короче, некоторые элементы в интерфейсе могут трансформироваться для того, чтобы превратиться в что-то другое. Или там, знаешь, стать, допустим, показать, что что-то совершилось, например, кнопка submit отправилась, например, там, или деньги ушли, деньги пришли и так далее. Ну это мы часто видим. Фура на Владику шла, да, метнулась кабанчиком. Принцип пятый — изменение значений. Вообще, вот тут начинается, короче, может быть, не тут еще начинается, но, по-моему, он начинает уже просто придумывать. Именно высосуха. Принцип пятый — изменение значений, короче. Говорит, вот, говорит, у нас, допустим, есть такие элементы, например, цифры. Возьмем. И типа прикольно же, когда у нас, например, на каком-нибудь там секундомере условном, или там, не знаю, калориемомереем, или еще какой-нибудь фитнес-трекер, опять же, на нем меняются цифры красивенько. Хотя тут я ничего красивенького не вижу в его гифках, но окей, допустим. Они классные, знаешь, они как табло, короче, где-нибудь в аэропорте, они вот так вот именно переключаются, короче, такие счетчики классические, классные. Вот, например, так. Ну, опять же, как в Лости, у них там вот этот вот счетчик, который надо было сбрасывать, он будет на этих перекидных цифрах как раз так, что, да, это круто. Да, вот, это, короче, нам показывает, это заодно нам, типа, вселяет, как бы, такую веру в то, что это реально интерфейс, знаешь, как будто это настоящие часы, типа, с кеоморфизм. Вот, с другой стороны, просто прикольно, что у тебя не часы не просто сменились, там, знаешь, за секунду поменялись, опять же, есть некая плавность в этом, в том, что у тебя что-то меняется именно так. Принцип шестой – маскировка. Я, например, мы на шестом принципе, там 12 принципов. Высосуха сейчас начнется, пацаны. На самом деле, уже не согласованный бред в том смысле, что принципы не... Ну, короче говоря, вот он, одни принципы были условно классификацией, а тут уже просто пошли какие-то... Да, он в частности начал скатываться. Да, да, в частности, это, ну, это нельзя называть все... Вот здесь нету связанности, или как там у него второй принцип назывался? Да, 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 он как бы своим принципом уже начинает. Окей, принцип шестой – маскировка. Маскировка – это когда некоторые объекты в дизайне, ну, вообще элементы какие-то, они начинают реально... Ну, как бы это не трансформация, это именно они начинают маскироваться. То есть вот, например, здесь прикольно, я не знаю, что это, типа... Что-то типа Spotify, но не Spotify, здесь Daft Punk, короче, крутится их виниловая пластинка, которая превращается, типа, в обложку. Да, да, сразу, сразу, сразу треки напевать. Ну, как бы, ты не знаю, ну, окей, допустим, маскировка, допустим, маскировка. Мы еще зачли, еще работали. Ну, это очень ужасно тяжечко, это просто бред. Это Дисней бы сразу сказал... То есть Дисней реально академически, как Дитер Рамс, крутые принципы, хорошие анимации, именно общие. А здесь он, ну, пошел в три общих, четыре общих, извините. Потом пошли сейчас частности, я так понимаю, в конце будет еще и повтор частности. Ну, ладно, ждем, ждем. Принцип семь, оверлей, оверлей. Допустим, вот это я приемлю, это более-менее норм, но дальше будут основаны на этом принципе еще другие принципы. Оверлей, это когда у тебя какие-то объекты, опять же, друг друга наезжают друг на друга, чтобы показать, что у нас есть, как бы, пространство, что у нас есть что-то под другим элементом. Как очень круто делают в материал-дизайне, то есть, типа, материя на материю накладывается, и нам кажется, что, блин, если мы сейчас отодвинем этот элемент, то за ним будет другой, как бы, мы понимаем. Например, часто это можно увидеть, короче, в почте, вообще во всех почтовых лентах, если, типа, ты смахиваешь, свайпаешь, там, влево-вправо, то у тебя какая-то материя остается, там, удаление, или фейворицы, или спам, или вот такая тема. Вот. Принцип восьмой, клонирование. Я не могу, мне уже хочется, как в том паблике, переведя на подкастовый язык нормальный, я сношаюсь с твоими принципами, в принципе, потому что, как бы, уже какое-то говно пошло. Уже говно пошло, но тем не менее. Принцип восемь, клонирование. Клонирование. Здесь любимое слово Хелен, или любимое слово этого челика, нарратив. У нас есть некий нарратив, когда мы используем клонирование, то есть, мы, допустим, делаем вот такие вот два... круга, как здесь на гифке, короче, есть, делаем два круга, которые раздваиваются, клонируются. То есть, из одного какого-то, из одного общего получилось два частных, условно. Есть примеры какие-то, причем фейковые там нарисованы, это типа Apple Watch, но это не Apple Watch нихрена, по-моему. А может и Apple Watch, не знаю, там что-то тоже все раздваивается, прикольно. Может быть, это нереально, я не знаю. Понимаешь, вот все линии, я прохожу по ссылкам, которые, так сказать, он публикует. Это просто дряблый чувака, вот этого Джейкоба Анталика, или Анталика. Ну и да, это типа Apple Watch Inspired, но что в итоге, хрен не знает. Окей, клонирование. Допустим, тоже, допустим, норм, типа. Дальше, принцип девять, затемнение. Это можно было сказать в оверлее, согласись. Сразу, даже вот первый, я смотрю, пример, так сказать, музлишный или какой-то, буква М, типа как музли, говно, да. Уже повторяется, согласен. Да, ну типа затемнение, окей, мы понимаем, что если произошло какое-то затемнение, произошло какое-то событие, мы, опять же, наложили оверлей на другой оверлей, короче, и все классно стало. По West Coast Customs. Да, по West Coast Customs. Чтобы ты мог смотреть в оверлей, в оверлей. Да, принцип десять, параллакс, охренеть. Вот это, ну вообще, вот это самое просто высосухое, максимальное. Ни разу не было, и вот опять. Принцип десять, параллакс. Окей, несколько элементов в дизайне двигаются как параллакс. Сам 2008 год, короче, или какой-то, когда был популярен параллакс, я не помню. Ну окей, допустим, типа реально один оверлей на другой оверлей. И именно вот такое движение, почему-то ему кажется, это принцип анимации. Как ты считаешь? Так, ну, нет, если он уже реально скатился до частностей, он просто показывает нам сейчас именно примеры UI-анимаций, которые сейчас есть. 2008 года, да? Ну, он забыл добавить. Лучшие примеры. Тренды. То есть, ну да, если переименовать статью и сказать три общих принципа и еще несколько частностей, окей, прокатит. Но вот я уже заранее говорю, я уже опять тоже плохой коп. На Диснея вообще не тянет максимально. Вот я, я понял, что ты скачешься до плохого копа. Принцип 11 – многомерность. Здесь я даже не помню о чем. То есть, я настолько уже сидел и, видимо, был в космосе от его... Ну, типа окей, у нас тоже наши элементы в дизайне, они находятся в нескольких измерениях, чтобы ты понимаешь. Да, да, вот видишь там вверх, влево, вправо. То есть, там как в Инстаграме есть лента, но ты всегда можешь уйти влево и начать постить сам. То есть, вот эти шторки, вот эти все, это считает многомерность. Ну, ну да, допустим, согласен. Допустим, многомерность. И последний, 12-й – наезд и масштаб. Практически по 90-м разборка питерская – наезд и масштаб. Здесь реально просто приближение и масштабирование элементов. Как бы Dolly and Zoom здесь написано. Это который – hello, Dolly, да, это вот это именно, да. Да, сразу этот, короче, Дисней не оценил такую песню. Окей, всё. Это сейчас умная шуточка. Вот сейчас не каждый понял подписчик. Мы прям сделаем сейчас паузу секундную. Всё, теперь до вас дошло, идём дальше. Да, и всё-таки ой, как в Петросяне, пока осторожно ржут именно классически. Да, именно одни и те же с 2008-го года записаны, аплодисменты там в пиджаках, ещё в расклешённых штанах все сидят, ржут. Тут как бы уже 2К-18, и дроны летают и так далее, но да. Ой, дроны, я вообще начитался, мне теперь страшно, если честно. У меня ещё на работе есть дрон. Окей, короче, ты знаешь, в чём прикол? В том, что здесь нет какого-то очень крутого вывода. Это, короче, он просто написал, окей, 12 принципов, вообще классно всё, всё зашибись, но никакого вывода. Ну, типа, поздравляю, вы прочитали, спасибо большое, надеюсь, мои гифки не убили ваш браузер. Ну, я теперь понял, почему у меня не сразу закрутились кулера, а сейчас-то закрутились. Потому что Safari, он не рендерит то, что не подгружено, так сказать, до чего я ещё не доскролил. И теперь, когда я доскролил до самого низа, да, он уже немножко охренел. Ну да, да. Ну, вот, в общем, такая статья. Я даже не знаю, ты будешь какое-то своё мнение великолепное высказывать? Ну, во-первых, я его сказал по ходу, но я, да, я суммирую сейчас, что чувак очень зря погнал на Disney, он мог написать нормальную статью о частностях, о том, какие сейчас бывают UI-анимации и в чём их UX. И то есть не последние, так скажем, ну, 7-8 принципов, он бы их разделил, ну, вот, про них бы написал конкретно. Зачем он попытался, так сказать, свой роток развивать на Disney? На задок, на чужой задок, я не знаю. Вот, но так-то в целом чувак прикольно описал хорошие гифки, примеры подобрал классные. Ну, ты как обычно, в целом я согласен, как говорится. Нет, нет, ну, я не умоляю его труд, то есть ни в коем случае, даже вот эти вот Dolly and Zoom, там, где у него по 3D Max камера наезжает туда-сюда, источник света, OmniLight и так далее, оно круто. То есть он заморочился, сделал классные гифки. Блин, он должен был 13-й принцип по 3D Max сделать чайник. Стопудовый бублик, Тор. Да, 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 Тор. Окей, все, первая тема прошла. Я думаю, что, давай ты скажешь сегодня именно наши вот, наши классические. Всегда я говорю, а сегодня ты, я просто уже, если честно, от первой темы немножко улетел. Ну, так, я вижу, почему ты говоришь, потому что у тебя открыт слаг с напоминалками. А, хорошо, хорошо, тогда я, тогда я, я могу. Подожди, я про Patreon, давай скажу, у меня есть что-то про него сказать. Давай, давай. Ребята, садитесь ко мне на коленочки, я вам расскажу про Patreon. У нас есть страничка на patreon.com.com.au ewebdesign.com.au ewebdesign.com, именно, это важно. ewebdesign.com, я бы сказал, да. Вот, у нас уже 21 патрончик. 21 патрончик, между прочим, сколько баксов в месяц у нас получается? 93 уже. Уже прям нешуточные цифры. 3 баксов, нешуточные деньги. Я скоро что сделаю, куплю? Не знаю, я гелендваген, как ты. Гелендваген, да? Твоей половины тебе на ламборгини, а этот авентадор хватит, скорее всего, новую. Ну, так вот, и спасибо каждому, сразу пользуюсь случаем, говорю спасибо каждому за поддержку. Это классно, это вот реально. Вот люди, которые, у нас даже есть один патрон, который заносит 1 доллар, то есть он не получает никакие rewards, он просто заносит 1 доллар, потому что хочет, может, и да. Правда, он, если... Подожди, мы же хотели не рассказывать про родителей, про нашу что-нибудь на патроне. Я просто сейчас хотел сказать, что, по-моему, он, собственно, и дропнулся, но я не помню, дропнулся. Как-то батя у меня перестал баксы заносить, короче. После того, как ты ему не вовремя ролик смонтировал, я тебя понял, да. Так вот, короче говоря, у нас здесь есть знаковые такие вещи, как 5-долларовое патронство. В M бесплатно приходят два стикера, о них мы еще чуть позже скажем. Стикер UwebDesign, стикер UwebGames. Классная эта лимиточка. Это вот первое издание, которое скоро уже закончится. Спешите. Я считаю, это вот достойно того, чтобы все бросить и пойти сразу нам это занести. Ну и 10-долларовое патронство — это предварительный доступ к подкасту. Вот обратите внимание, я здесь доскроллю. Я специально выхожу с Патреона, чтобы у меня был экспириенс вот обычного человека, обычного нашего подписчика, который еще нас не поддерживает. Лепплепс, я сказал. Да, да. Ты по Диснею, я понял, на его терминологию перешел. Так вот, и вот здесь я вижу, как мы выложили наш 155-й патрон. Подкаст, где у нас маск на обложке. Тот самый, который не все посмотрели еще, мягко говоря, судя по просмотру. Так вот, и для наших 10-долларовых патронов он вышел на сутки раньше. Это майндбловинг просто. Представляете, на сутки раньше вы можете оценить вообще нашу величину, величину этого контента, вот эту вот монументальность. Для 20-долларовых патронов, внимание, у нас есть один этот человек, он почему-то не отвечает мне на сообщения, он занес денег просто и забыл про нас. Ну, это похвально, это классно. Я считаю, это тоже достойно уважения, ну, тем более, что, ну да, действительно достойно. Но для него и для всех будущих 20-долларовых патронов есть закрытая группа в Телеграме, в которой мы обсуждаем все темы до того, как записывать подкаст. И реально он мог встать и отмен сказать, как на свадьбе, кто против? Я против! Не обсуждайте это говно про Диснея! Да, согласен. Знаешь, что я хотел сказать? Что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что я просто призываю людей, кто заносит деньги на Патреоне, выеживаться максимально, писать в комментариях быстрее, чем обычные плебсы, обычные чуваки, и писать, типа, да я посмотрю, именно специально, знаешь, писать, да я посмотрю, да я уже послушал, да знаешь, как круто? Писать просто первый. Знаешь, что это классический комментарий? Первый, да, первый нах, вот это из 2004. У них-то он на Ютюбе также открыт, они могут Ютюбные комментарии написать за сутки раньше, и другие люди придут, и кроме, то есть практически здесь может быть ваша реклама, кроме самого подкаста, люди уже увидят сразу и комментарии, и, во-первых, вы сразу, ну все ощутят вашу мощь по Энакину, ты недооцениваешь мою мощь, потому что ты, подкаст только вышел, а там уже твои комментарии, это, по-моему, это круто. Ну, да и просто писка длиннее, по-моему, нет? Я замерял, у меня увеличивается, с каждым патроном, во-первых. У меня батя замерял, говорит, один доллар занес, сразу увеличилось. Вот, вот да, поэтому я считаю, что каждый, каждый из вас должен нам занести здесь. Многие, я быстро раскрою ремарочку, многие нам говорят, вот, и зачем вам патреон, там комиссии, туда-сюда. Вот это, это те комиссии, на которые мы готовы пойти ради вот этой метафоры, ради того, чтобы была вот эта движуха, была вот эта игра, в которой вы видите, сколько уже патронов, становитесь таким же еще, и вас это подстегивает, и вообще классно, просто здорово, вау. Мне нравится, что у нас, в конце концов, вы нас допинали в комментариях, когда же создадите патреон, не знаю, кто-нибудь хоть из этих людей, кто писал, когда уже создадите патреон, реально здесь стал патроном или нет, или это 21-другой человек, абсолютно нейтральный, с улицы, можно сказать, люди. Но, блин, мы исполняем, кстати, наши обязательства, все стикеры отправляются, все довольны, все просто, у нас здесь благолепие. У нас здесь филиал Рая на земле просто, и я считаю... Филиал Рая, филиал МДК, я бы сказал. Каждый должен приобщиться к этому. Да, окей, про патреон сказали, мы про него говорим, как обычно, 50 минут, это классическая наша... Да. Кроме этого, вообще у нас есть саундборд, Саня, я напомню тебе. Я тебе напомню, что у нас есть... Ну ладно, давай про саундборд. Я его просто сразу даже и покажу, это презентация, это первый раз мы его только показываем, нам Сергей Тян, он будет в кредитсах, то есть в описании к подкасту здесь будет все вот это, он нам запилил небольшой саундборд с моими и Никитиными фразами, и они здесь... И неужели они будут звучать? Они даже будут звучать, я даже сейчас... Давай, я просто не слышу, поэтому мне может на меня не даже... Знаешь, ты можешь сейчас ржать, типа смешно, но я не пойму, не пойму это. Я не буду ржать просто, но я сейчас еще парочку включу в тишине, чтобы вы все видели. Здесь даже забиндено на кнопочке на клавиатуре, то есть вот я Q нажал и сработал, вот это я R сейчас нажму, и там было погнали, я сейчас повторил себя просто в точности. Слушай, а мы, получается, можем вообще уже не участвовать в подкасте, просто саундборд с... Можно просто как в Mortal Kombat, эти комбочки запомнить, V, A, S, D, R, T, Y, G и все. Вниз-вниз, вниз-вниз вперед. Вот, да, и все, я сейчас тебя сделаю, где ты пуп-пуп-пуп сделал. Естественно, это можно биндить, просто много раз жать, он много раз это проиграет, это смешно. Да. Поэтому спасибо, Сергей Тян. Кстати, я выложу в описании, он нам скинул Trello Board, в который вы можете предлагать звуки, писать номер подкаста, писать минуту, откуда что вырезать, и он будет это вырезать и сюда добавлять. Он просто сказал, что да. Да, кстати, Сергей Тян, он один из наших патронов, поэтому ему вообще все отдельные, так сказать, почести. Великий человек, великий человек, без вообще, без всего. Окей, у нас есть сайт ewebdesign.ru, как обычно, я вам напомню об этом. Там можно предлагать темы к следующему подкасту, справа в сайт-баре, и зарегистрироваться. Просто зарегистрироваться, ewebdesign.ru, заходите. Как обычно, чтобы оставлять темы, каждый раз ничего там не вводите, вот это все свое. А зарегистрировайтесь обязательно, ewebdesign.ru. Кроме этого, ewebdesign.ru slash donate. Вы можете классическим, знаешь, в миссионерской позе занести нам денег, я бы так сказал. Вот Patreon, это, знаешь, это, я бы сказал, в пяточку практически, через ногу, сквозь ухо. А тут ewebdesign.ru slash donate, это миссионерская абсолютно поза, чтобы занести нам денег. Ну там на ewebdesign.ru slash donate есть все-таки анальная пробка, это наш биткоин-кошелек. Кто-то написал в комментариях, что типа, вводите уже кошельки с криптой, и потом, когда я на YouTube написал, когда я хотел ответить, он уже этот комментарий удалил. Видимо, либо нашел, либо увидел, что он все-таки есть, и удалил, потому что, ну, придется же заносить. Чего он просто так-то говорил? А это никто не планировал, поэтому тут как бы... Вот кто хочет биткоинами поделиться, у нас здесь есть кошелек, закидывайте. Будем прямо признать. А у нас есть вообще хоть кто-нибудь закинул? Нет, пока нет, пока нет. Ну то есть нам закидывали на наш прошлый кошелек, нам закидывали 12 долларов. Примерно в 12 долларов в эквиваленте. А как там это, как там это значит? 0,001 биткоин? Ну да, 0,001 до хрена, да. Но просто тот кошелек-то у нас угнали, поэтому... У нас угнали кошелек, пацаны. Найс хэш тогда взломали, а тот кошелек был на Найс хэше, еще он был не холодный, сейчас-то мы уже все знаем, умеем. Оу-е. Да, оу-е. Поэтому сейчас можете закидывать, ничего не пропадет. Все, уже все давно на титановой пластине. Выбит QR-код, и только тот, кто ее откопает под Чернобылем, только тот его получит, наш кошелек, сможет оттуда денег снять. Поэтому скидывайте, все надежно. Это наш будет фонд, так сказать, ювеб-дизайновский. Да, возможно... Ты что-то скайп пукнул? Пупукнул? Как будто... Ну нет, он на самом деле работает. Я тебя слышу, все отлично. Я тоже тебя слышу. У меня все... Да, у меня все отлично. Кроме этого, я обращаюсь к пузатым дядькам. И, возможно, к теткам пузатым, я не знаю точно, но... Они могут писать на worksobakaevodesign.ru, чтобы заказывать у нас рекламу. Она стоит сущие копейки. Даже, возможно, ваша мама услышит рекламу вашего, не знаю, например, веб-дизайн-агентства. Почему бы и нет? Worksobakaevodesign.ru, пишите. Мы с вами свяжемся обязательно. У нас есть телеграм-канал, телеграм-группа. Сколько у нас в группе телег... Подожди, давай так. Телеграм-канал. Это... Я каждый раз путаю, да, с видос. Телеграм-канал, это там, где у нас полторы тысячи чуваков, типа, все такое. Да, да, там, где мы просто пишем всякое. Там, где просто новость. Пока ты про Disney рассказывал, я туда шутеечку успел запостить. Нихрена, что делать? Там просто два гитхабовских, так сказать, коммит... Ну, две вот этих шахматных доски с коммитами. И там ты, один коммит, и сын маминой подруги, там до хрена коммитов, естественно. Хорошо, отлично. Пересказ шуток, это гениально, конечно. Пересказ шуток, это гениально. Вот там именно такое, на нашем канале. Там все самое актуальное. Вот если туда подпишетесь, не пропустите ни одну новость, ни про наш проект, ни вообще в мире. Там классно. Да. И есть группа, группа в Телеграме. Там просто абсолютно живое общение, абсолютно досвидос полный. Там в КС-ку люди уже играют. Там в КС-ку люди сыграют, там всего всего лишь человек 300, но это выжившие максимально. Выжившие 300 человек. Окей, yo-design.ru slash about, там можете найти все ссылки. Да, как обычно я это говорю. Кроме этого, у нас есть стикеры во ВКонтакте. Я уже каждый раз это повторяю. В k.com slash webdesign. Заходите в товарах, видите два стикера. И можете их заказать просто легчайше. Я каждый раз хочу сказать, могут ли люди из Украины заказать эти подкасты. Могут, каждый раз мы возим в Украину. Правда, недавно Почта России, суки, увеличили деньги. Теперь на Украину отправить, вот вдумайтесь, просто письмо за 120 рублей. 120 рублей на Украину письмо. Вот это да, просто бумажку послать. Для людей из Украины, вы будьте готовы, что цена чуть-чуть больше будет. Ну как чуть-чуть, почти в два раза. Потому что, ну реально, доставка просто вот, ну, это досвидос. То есть доставка столько же, сколько и производство стикера. А еще хочется хотя бы 5 рублей заплатить человеку, который этим занимается. Поэтому, ну да, будьте готовы, просим отнестись с пониманием. Но стикеры классные. Они вообще с лихвой, так сказать, это все окупают. Поэтому, я считаю, что не медлите, прям вот бегите и заказывайте. Я взял себе таким стикером, счетчик заклеил домашний, чтобы когда узнавать воду, я смотрел просто на стикер. Он как раз, да, круглый по размеру счетчика. Абсолютно. Идеально подходит. Окей, это все сказали. Еще есть про фронт-энд юность. Нам сейчас вообще актуально данная тема? Ну конечно, актуально. Я просто сделаю затравочку, что те самые люди, которые у нас 20-долларовые патроны, они в закрытом чатике смогут пообсуждать. У нас планируется в марте подкаст гостевой с чуваком из фронт-энд юности. Вот. Это если кому-то известен этот великий человек. Или наоборот, если кому-то мы известны, а фронт-энд юности не известны. Наоборот. В общем, суть в том, что да, он будет в Челябинске, так сказать, проездом. И мы замутим коллаборацию небольшую. Запишем два выпуска по его планам. Два выпуска целых? Один для их канала, один для нашего. Как он сказал, для их канала с матом, для нашего без мата. Ну на разные темы. А, у них можно материться на фронт-энд юности? У них нужно, видимо, материться, раз он прям так акцентировал на этом внимание. Вот. Ну я бы сказал, тут я скажу, не хуй себе, конечно. Вот, вот, да. Окей. Так вот. И, на самом деле, то есть, нужно будет нам с тобой еще и с ним посвящаться, придумать верстку. То есть, он уже порассказывал реально интересные вопросы, по Дуди он будет нас интервьюировать. Вот. И если вы 20-долларовый патрон, то вот уже через неделю вы сможете нам накидывать идеи. Чуваки, а вот об этом поговорите. А вот то, скажите, вот это. Вы прям будете вот на кончиках пальцев создавать наш проект сам. Я считаю, это дорогого. Это стоит, на самом деле, 20 тысяч долларов США, но всего за 20 долларов вы сможете это тоже сделать. Вообще, когда, еще раз напомню, когда он хочет? Типа 8 марта. Прямо 8 марта приедет нам, обломает 8 марта и сделает, скажет. Я с цветами буду в моем стоять и встречать. Смотри, слушай, я просто буду до 8 марта тебе готовить ответ на то, что Путин красавчик или нет. По-любому у него другие вопросы. Да, да. Топ-3, опять же, красавчиков. И сколько мы зарабатываем? Надо главные три вопроса ответить, и все. Окей, да. Ну, мы продолжаем дизайн, я так понимаю. Ну, хотя бы. Моя тема. Заставь меня думать. Здесь такое. Тот самый нам пишет стоп-слово, заставь меня думать, давай. Stick your fingers in my ass. Так, так вот. Есть original article на прототайпере. Я уже максимально не думаю, на хабра-хабре скажу, тем более так тупо. Нам эту статью пишет корпоративный облачный провайдер Cloud4U. Ну, это реклама сейчас была халявная. А, никто не знает. Какие-то 31-50 человек даты регистрации 29 июля 2011 года. Кто эти люди? 303 подписчика у них на ВК. Неважно. Просто они настолько неуклюжи в конце себя прорекламируют, что это даже смешно. Так вот. Дизайн сложности. Это, на самом деле, немножечко продолжает ту тему, которую я рассказывал неделю назад о том, что нужно спроектировать для пользователей интересные проблемы. И тогда ему будет классно. Тогда он будет их реально пытаться солвить. Будет problem solver. И он будет с удовольствием, упоением пользоваться вашим приложением, которое помогает ему раскрыть вот эти вот возможности, решить какие-то проблемы. Так вот здесь она продолжает это, но она немного о другом. Здесь о том, что до недавнего времени вещи, которые мы повседневно используем, их форма, их, так сказать, выражение, их интерфейс диктовался полностью технологиями. Ну, то есть, условно говоря, компьютеры раньше — это какая-то вот супержёсткая махина, которая вот внутри прозаично работает, что-то считает, а интерфейс у неё крайне запутанный, который вот именно как она считает, так кнопки и расположены. И чем больше, так сказать, развиваются технологии, тем больше этот интерфейс от нас закрывает, точнее, тем больше технологии от нас закрывают, и всё меньше кнопок остаётся. Ну, и в идеале у нас остаётся одна кнопка «Сделать хорошо». То есть, если это, я не знаю, программа для высчитывания бухгалтерской отчётности, ты жмёшь одну кнопку, и он для тебя всё делает сразу автоматически. Ты распечатываешь эти бумаги, или даже уже сейчас не распечатываешь, а электронно отправляешь в налоговую, и всё, больше ничего делать не надо. А раньше ты реально, ну, у тебя интерфейсы с 50 кнопок, ты их там в нужном порядке жмёшь, и по факту, там, для того, чтобы быть оператором такого компьютера, нужно было высшее образование получать, потому что, вот, ну, это серьёзно было. На самом деле здесь напрямую можно сказать про тему, вот, допустим, как роботы развивались. То есть, раньше роботы все были такие супермеханические наружу, а сейчас их вот, ну, делают уже максимально похожими на людей. Думаноидные уже. Да, да, раньше технологии не позволяли сделать суперобтекаемых роботов, которые плавно двигаются, там, будем говорить, природно моргают и так далее. А теперь действительно позволяют, ну, вот, да, здесь есть интересные гифки, надеюсь, они не сломают наши ноутбуки, опять же, о том, что вот есть некая сложность вот этой вот связи между треугольничками, кругляшками, квадратиками. И раньше она была на плечах у юзера, а дизайнер, точнее инженер, он просто, ну, лениво жунглировал этим с другой стороны, потому что он и знал эти технологии, он их не, так скажем, не упаковывал в интерфейс. А теперь у нас наоборот, вот есть юзер, и у него есть вот три кнопки, а там дальше уже дизайнер, он жунглирует этими технологиями для того, чтобы нам выдать всего лишь три кнопки. И на самом деле нам это типа удобно, типа удобно, но чем меньше, так сказать, с нас снимают объем вот работ с интерфейсом, тем меньше наша ответственность. Ну, то есть, когда ты подходишь к вот этому компьютеру, который занимает целую комнату, там, бэсом-мэсом, у тебя реально прям аж в жопе жужжит, что вот я, не дай бог, сейчас нажму одну кнопку, и просто Чернобыль взорвется сразу под землю, уйдет целый город. И ты такой думаешь, да, по-моему, надо вот думать, взвешивать и все-таки свои действия оценивать. А когда у тебя легкий интерфейс и одна кнопка отправить предупреждение на Гавайи о ракетной атаке, ты ее не задумываешь, жмешь просто и все, ты не понимаешь, что есть какие-то... Если бы тебе для этого нужно было пройти лазерный лабиринт, подлезть по миссии невыполнимо куда-то, нажать... Там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, я не понял, это из Мортал Кома-то, по-моему, вообще музыка была. Не, ну, я наложил ее именно... Я, во-первых, наложил, просто когда ты... Когда ты это напел. Но я ее наложил в голове на все-таки мотив миссии невыполнимо, у меня состакилось нормально. Что, что ты наложил в голове, в принципе, это да. Так вот, если бы нам нужно было Какие-то сложные действия для этого совершить То мы бы успевали долго подумать И так далее Вот приведу простой пример из моей жизни То есть я на работе запаролил Телеграм себе И, ну, во-первых, для того, чтобы коллеги Не смотрели, что у меня там в законале происходит А во-вторых, на самом деле Еще и для того, чтобы ты Походя шел И когда ты альттабнулся на Телеграм Тебе надо было еще ввести пароль И ты не сразу видел чат И тебя не сразу засасывало И ты выпал на час из работы Нет, и я такой Не-не-не-не, я все-таки не буду сейчас заходить в Телеграм Я не ввожу пароль И вот это всего лишь один микро-дополнительный шаг Он и то мне добавляет ответственности реальной То есть вот здесь Я готов поспорить с тобой, на самом деле Очень много такой темы В Windows Особенно раньше Сейчас в десятки хрен знает, но Windows Раньше, типа, знаешь, в каком-нибудь Гребаном XP Там классические окна, которые тебя постоянно спрашивают Сохранить или не сохранить Ты иногда на автомате просто нажимаешь Да-да-да, сохранить И потом понимаешь, что ты сохранил, короче Иногда бывает просто автоматически такие окна Пропускаются, нажимаются Это классно Это когда приедается Любое приедается, да То есть у меня Мой начальник, вот он любит погонять Да, он там по 120, по 130 в городе едет На машине ты имеешь в виду? Да, на машине Точнее, не на метро У нас нет метро в Челябинске Так вот И он мне всегда говорит Блин, Санек Вот Ну, обычно мы, допустим, с работы едем Одной дорогой Сейчас вот этой поедем Я говорю, в смысле, зачем? Она же типа дольше Ну, знаешь, замыливается взгляд Если каждый день на одной дороге Ты же бдительность теряешь Уже сложно ехать 130 Потому что, ну, ты уже привыкаешь Что дорога, она одна Дурак выскочит И ты уже не среагируешь Потому что ты на автопилоте едешь И все Поэтому он каждый раз практически разными дорогами Едет с работы Для того, чтобы у него не замыливался взгляд И каждый раз он был, так скажем, в тонусе Нифига, он что-то какой-то гений Согласен Он не признанный гений нашего времени Но тем не менее Так вот И когда мы идем Вот от простого калимината Тут следующая гифка У юзера уже одна кнопка А там на бэк-энде Инженер и дизайнер Они уже прям под гнетом Вот этой всей архитектуры Там склонились И да То есть, ну, на самом деле Я уже все и сказал То есть With great power Comes great responsibility Скажу я На русский манер Это, кстати, русский манер Абсолютно на русском сейчас сказал На пушкинском прям На пушкинском responsibility Так вот То есть Нужно не перебарщивать С user-oriented User-centered Потому что юзер, как правило, говно Он абсолютно Тем более, что Здесь он делает А то, что юзер Вообще-то Второе значение Юридическое Это тот, кто использует наркотики То есть употребляет Вау И поэтому Надо, чтобы мы были Не юзерами все-таки А вот, ну Responsible юзерами Так скажем Поэтому Это нас делает Более уязвимыми Еще в том плане Что Если система очень сложная У нас все повешено На одну кнопку То мы Если вдруг Хоть что-то внутри А этот черный ящик Отказывает Все, мы не можем работать У нас же одна кнопка была А когда у тебя все-таки БСМС Ты можешь с другой стороны взять Подкрутить провод Переставить Все-таки увидеть Что какой-то там выпал Из 15-го узла В 16-й И у тебя все дальше заработает Ну знаешь Это всегда любят шутить Что Хоп У тебя что-то там Двигатель барахлит Нашу машину ты открыл Ты Вот он Двигатель Ты видишь Ты понимаешь Что хотя бы можно крутануть Посмотреть Где там Подкипело Закипело А открываешь Дойоту Там просто доска Там просто японец сидит Короче Да Там японец сидит И все То есть как бы Вот Нужно понимать Что Это мало того Что вот Ну первое положение С ответственностью Чем проще интерфейс Тем меньше Наша ответственность Поэтому для каких-то Серьезных вещей Очень простой интерфейс Сделать не стоит А второе Это Еще и нам Усложняет Траблшутинг И вообще Ну Это нас делает Более зависимым От системы Если вдруг Что-то внутри Отказало Мы уже ничего Не можем сделать Даже Ну да Таких примеров Можно много Привести Когда реально Что-то новое Ты уже даже Разобрать не можешь Просто Раньше телефон Да Че далеко ходить Вот Телефон сотовый Nokia 3310 Крышку сдвинул Батарею вытащил Перезагрузил Все работает А в айфоне Ты уже не сможешь Своими средствами Так сказать Вытащить батарею Обесточить его И так далее Тебе надо взять Отверточку С восьмигранничком Или сколько там Сколько там Шестигранная Пятигранная Пенталоп Так называемый Отвертку Взять Раскрутить Там присоской Оттащить Все До свидос Это уже сложнее Поэтому Но зато Все классно Одна кнопка Все литое Стекло В Паттай Именно в Паттай Я буду Словая Использовать Как будто у тебя Люфтит Что-то Вот да И тут Самое главное В конце Комментария Cloud4U Данная статья Привлекла наше Внимание Своей актуальностью Хотя мы За редким исключением Я являюсь представителем B2B сектора Комплексный подход И они никак Не привязанно Рекламируют Что у них Какого хрена Хоть бы сказали Интерфейс Там вот мы думаем О том что вот Чтобы вот Все обрушить Всю виртуализацию Все таки он тебя Пять раз спросит Вы точно хотите Обрушить всю виртуализацию Вы точно дурак То есть вот Ну Я вижу Вижу модное слово В МВАРе И мне больше Ничего не надо Ой Такое модное Прям вот да Базар нет Короче говоря Давай Никита Своё мнение По поводу Слушай Моё мнение В принципе Татемка прикольная Татемка-то прикольная Вот Но как-то Я не знаю Вот мне что-то Не хватило Вот так вот Говорить Абстрактными Как будто я женщина Ты по Максиму Фадееву Ну это всё Качественно Хорошо Не было индивидуальности Не было чего-то Не было индивидуальности Да Да Согласен И сейчас такое не делают Потому что знаешь Вот так вот говорю Сейчас такое же не пишут Конечно Это в любом кабаке Просто такое сейчас пишут А вот Вы сделаете На нашем лейбле Blackstar Такое не выпускают Не Ну у него не Blackstar Ты с Фадеевым Стимом Ты не путай Но они вместе же сидели Ну согласен Ладно Давай дальше идём Окей Дизайн поговорили Короче Светские новости Светские новости И сейчас первое Я не понимаю Почему сегодня Начальные темы Они странные немного Вот например Сейчас у меня первая тема Светских новостей Роскомнадзор Задним числом Подменил свой документ На федеральном портале Ну и чё странного Я бы во-первых Посмотрел Как Роскомнадзор Задним числом Подменяет что-нибудь Я надеюсь Я надеюсь Это никто не слышит Вообще Никто не послушает Этот подкаст Ноль человек Тем не менее Знаешь Вот я когда читал Я вообще не понял Чего они подменили Как будто меня подменили Когда я читал Короче Тебе по людям в чёрном Только прочитал Ты знаешь Чпокнули Я не знаю Вообще Не понимаю Чпокнули Не понимаю О чём тема Абсолютно Роскомнадзор Грубо нарушил Регламент Обсуждения Проектов Нормативных актов На федеральном портале Regulation.gov.ru .ru Пишет Синьюз Синьюз Это какие-то Кто? Суперлиберальные чуваки Наверное 5 февраля 2017 Не надо кстати ответить Даже по поводу Данного Так сказать СМИ Угу Ну окей Неважно 5 февраля 2018 года Роскомнадзор Получил отрицательное Заключение По итогам процедуры ОСВ Охренеть То есть оценки Это какая-то Прививка Мне кажется ОСВ Представил себя От ОСВ То есть оценки Регулирующего воздействия Смотрите скриншот сверху Причём смотри ОСВ А там ОРВ На скриншоте А там ОРВ Реально Я и говорю Я просто смотрю ОРВ и ОСВ Окей В обход Установленной процедуры Роскомнадзор Задним числом Подменил документ На портале Оригинальная версия Бесследно исчезла А исправленная версия Сразу с положительным Заключением ОСВ Ушла на согласование В Минюст Вот такая тема И тут И тут реально Что-то подменили Но я не понимаю И что дальше Но окей И так понятно Что то что бы То что сделал бы Роскомнадзор Скорее всего И так было бы принято Я вообще не понимаю Зачем И тут это Типа Я согласен регламенту В случае возникновения Разногласия Они должны были решиться Правительством Сказалось в комментарии Синьюз Гендиректор Хостинга провайдера Дремучий лес Мне нравится Хостинг провайдера Дремучий лес Это просто Это какие-то Карикатурные персонажи Если честно У него еще должно быть Смешное какое-нибудь Имя Дятлов Знаешь Он как-то дремучий Бессон Вот да Филипп Кулин Между прочим Участвующий В общественном обсуждении Ну как Куль с говном Прям вот упал На этот На этот На Синьюз Мы же Имеем дело С подменой И первоначального документа От Роскомнадзора И заключение на него Понимаешь Что ты можешь сказать По этому Я понял То есть Роскомнадзор сказал Вот чуваки Действуем по этим правилам 13 числа Они это сказали Там плавило Плавило Там знаешь прочее правило Про Обязанности операторов Самим определять Айпи адреса Запрещенных сайтов Там именно короче Про блокировки классические Вот эти правила новые Какие-то там модные Заглушки Как должны быть Ты же знаешь Вот например У нашего челябинского Провайдера интерсвязи Своя заглушка Да Которая You shall not pass.ru Или что-то такое 74 Вот То есть там реально You shall not pass Урла Да Да Урл такой А дальше Порнхаб А дальше Порнхаб Как бы Дальше у тебя в Урле идет Наличие в HTML коде Страницы Скрытые уникальные строки С хеш-функцией Устанавливаемой Роскомнадзором Короче Они полностью Видимо хотят Контролировать Блокировку Как она будет выглядеть Вообще Для пользователя Вот И что-то вот сначала Не понравилось Не прошло А потом прошло Видимо они потом Задним числом поменяли Они сначала не ту РТФ Загружили Твою мать Мы же старую Там где еще можно было Там где мы с матами Написали Вот да Наш черновик-то первый Где мы еще просто Придумывали о чем будет Это все И все Они перезалили Задним числом Ну а как бы Ну так не делаются Типа Поэтому Ну так дела не делаются Как подумал Чувак из дремучего леса Окей Все Ну в принципе У меня светские новости Обрываются на твоей теме Про блокировку VPN Да Ее нам Константин Предложил абсолютно Это кстати Константин Гончаров Судя по аватарке Потому что там Панда из Миссов Пандария Так вот Он Не надо с таким придыханием Рассказывать про Миссов Пандария Не надо Я почувствовал это Так вот Он нам предложил Вообще в последний вагон Темки уже были утверждены Но мне хопа Приходит уведомление О том что Еще одну Еще одну Просто он бежит По перрону И С папиросой И запрыгивает На последнюю Так сказать Подножку И говорит Вот блокировка VPN сервисов С РБК И Да Она Прям В тему Опять же Кибербезопасности Роскомнадзора И прочих регулирующих Так сказать Органов У тебя-то нормально Там с регулирующим органом У меня регулирующие У меня У меня блокировка полная Но она у тебя тоже Я смотрю Оказывается Не востребована Ладно Идем дальше Так вот VPN сервисы Чтобы все Вспоминали Как вот Чтобы вы понимали Только чтобы вспоминали С 1 ноября 2017 года Вступил в силу Тот самый закон В котором Все VPN и анонимайзеры Обязаны ограничивать Доступы пользователями К запрещенным в России Сайтам По запросу Так сказать Роскомнадзора Точнее Роскомнадзор Он будет VPN провайдеру Или анонимайзеру Отправлять запрос А Роскомнадзору Будет ФСБ Ооо Это серьезно Слушайте Вот нам надо прикрыть Тут одного пацана Он ходит Вот через этот VPN Анонимайзер Через этот VPN Этого VPN провайдера Вы скажите Чтобы они Ему к портхабу Ограничили доступ Так-то мы его Выкуним из квартиры Он и так ему плохо А ему еще Портхаб Вот да Так мы его Заставим выйти Все-таки из квартиры И повяжем его И все И самое смешное Что А он вступил в силу С 1 ноября Но ни одного Запроса из ФСБ С тех пор не было Ну и слава богу Видимо Видимо Ну то есть Здесь аналитика в чем В том что Скорее всего Роскомнадзор Боится Что все их Нахрен пошлют Тем более Что многие VPN провайдеры И анонимайзеры Они уже Заведомо Так сказать Заявили Что мы на вас Хрен на всех клали Че вы нам пришлете Нам насрать Поэтому Интересно Поэтому те Даже не попытались Присылать С тех пор Ни разу И как бы Вот Ну тут реально Здесь есть Комментарии Не знаю Кого прочитать Все такие вкусные Кактус VPN Представитель сервиса Кактус VPN Сказал Мы всегда поддерживаем Свободу слова И право на свободный доступ К информации На конфиденциальность В интернете И мы осуждаем Любые действия Направленные на ограничение Этих прав в России Любой другой стране Ну слушай Ну кактус Осуждает Представляешь Согласен Вот Просто Еще в чем дело Дело в том Что очень многие корпорации Они используют VPN Для доступа Так сказать Своих сотрудников Удаленно К ресурсам компании Условно Улетел Михаил Владимирович Леонтьев В Никарагуа По работе А ему надо К серверу Роснефти подключиться Он открывает Свой лаптоп Корпоративный Подключает Я про другого Леонтьева Подумал Он просто Зачем он улетает Я подумал Ему же операции На лунде Он в костюме Кожаного Ходить должен Как бы по сцене Куда ему улетать Ну так вот Нет Тот самый Который Все таки В Роснефти Работает Прилетел Да В Никарагуа Подключается к VPN А не дают ему Потому что VPN Не дают Леонтьева Представляешь Если Леонтьева не дают То кому Я считаю Это просто Преступление Против прав человека Когда Леонтьева Не дают В нашей стране Поэтому Вот да И With all due respect To Михаилу Демович No offense Take no offense Короче говоря На чистом русском Я опять же продолжил Никого не призываем Против него Он классный Так вот Очень сложно Ну как очень сложно Невозможно Отличить Так скажем Злоумышленный VPN трафик От корпоративного И в силу этого Выполнение закона Скорее всего Будет так до конца И невозможно То есть Есть опять же Китайский сценарий Знаменитый Но для этого Надо столько Оборудования Закипить Закупить Установить И не украсть При этом Что он Доказывает Свою несостоятельность Уже на этапе обсуждения Просто поэтому Вот Вот такие дела Закон есть Но соблюдаться Он скорее всего Так и не будет Поэтому На самом деле Здесь Еще и Роскомнадзор По словам Юриста проекта Роскомсвобода Саркиса Дарбиняна Он до сих пор Роскомнадзор Не подготовил Подзаконные акты С информацией о том Чем отличается Личный корпоративный VPN сервис Ну и видимо Они так и не будут Этого тема Потому что Если они это все Подготовят Все-таки придется Работать же Придется писать В пустоту Заблокируйте А никто не будет Блокировать Ну короче Камон Это все Это все не работает И слава Может быть Богу Будем надеяться Что так это и останется Нерабочим Да Смотри Что еще нерабочим осталось Моя тема Знаешь какая Называется Знаковый символ IOS Denial 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 Спростите Denial Не знаю слово вообще Denial of service Короче Короче Тема такая Мне нравится Что она у нас Называется в слайке Как SMS of death Это брутально звучит Внутри Внутри этой темки Такое словосочетание У видео Поэтому так назвал SMS of death Я думаю Кстати Многие Слышали про эту тему Это какая-то вот такая Она прям Классная Она всем понравилась Даже в Vilsacom Ролик про это вышел Так что я думаю Да Многие слышали Я думаю Вообще все слышали Короче Знак В операционной системе Обнаружен Короче В операционной системе IOS Обнаружен необычный баг Приводящий К перезагрузке устройства Представляешь К перезагрузке устройства Вот сколько я багов Ловил на IOS приложениях Они приводят к тому Что приложения Там я напоминаю Не убиваются же Приложения в IOS Они все остаются В любом случае У тебя в памяти Но они типа Как бы у тебя Схлапываются Скрываются Вот Есть еще Респринг Когда у тебя Солнышко крутится И хоп И рабочий стол появляется То есть телефон Не перезагружается Респринг он быстрый Это как релогин В винде Типа того Вот А тут прям Приводящий К перезагрузке устройства Это досвидос Что нужно здесь делать Прислать На айфон Причем в некоторых Только мессенджерах Индийский Один знак Из алфавита Индийского языка Телугу Или телугу Или телугу После чего Устройство Автоматически Перезагружается Короче Он выглядит Достаточно прикольно Я хрен знает А что он значит По-моему Знак Я знаю Просто знак значит Охренеть можно Ну вот Один из символов Из языка Телугу Которыми пользуются В некоторых штатах Индии Приводит к перезагрузке Айфон И это Работает Фейсбук мессенджер Аймесседж Ватсап Гимейл Аутлук Я не пробовал В телеге У меня мне кажется Не будет У меня как раз Все перезагрузится Потому что у меня Прошивка 1033 На пятом айфоне И там вряд ли Это вообще Никогда не поддерживается Теперь этот баг Просто и не пофиксит Там никогда Скорее всего Да Потому что она не будет Обновляться Соответственно Ну вот Я больше не знаю Что еще сказать По этой теме Ну прикольная тема Охренеть Пофиксили ее В 11.2.5 Айосиньки Да и все Собственно Ну я Я не пробовал Честно Не хочу Как-то я Уже От этого От всего Уже шел Я как бы Хотел сказать Что я уже Старт для всего этого дерьма Но потом вспоминаю Что у меня как обычно Просто бета-беты-беты Установлены Ну она у тебя Не перезагрузится У тебя там Из-за того что Бета-беты-беты Там даже не имплементирован Этот знак Он мне вопросиком Просто покажет И ничего не перезагрузится Вообще У меня вот Айос 11.3 Девелопер бета-3 Сейчас ожидает Установки 11.3 У тебя 11.3 Бета-3 Да У меня все Прям Ну у тебя там уже все У тебя там не телуга У тебя там Блидинг-эдж У меня прям все на острие Да Блидинг-эдж Короткая тема была И еще одна Я надеюсь Быстрая Про Портал AG.ru Трагичная Да AG.ru Тот самый Мне нравится что здесь Трагичная история AG.ru Короче На ДТФ Статья Про то что Был такой великий портал AG.ru И сейчас Он загнулся до свидос И на него никто не пишет Грусть Печаль И здесь чувак Рассказывает про историю Типа как было Как создавалась Короче Эта тема Сразу спрашиваю Ты застал расцвет? Я честно признаюсь Никогда на него не заходил Вот так что прям Вот нихрена себе AG.ru Короче зайду Не я прям Даже там у них на форумах Писал Был зарегистрирован И у них были Самое главное У них были подпорталы Например про героев Heroes.ag.ru Да да Тут тоже про это написано Про готику было И это прям Это круто Мне нравится Ну Тем не менее Вот об Absolute Games Как это расшифровывается AG.ru Absolute Games Образовалась как В 96 году Далеком Далеком 96 Когда короче Два чувака Вячеслав Голованов Андрей Шевченко Они что сделали Короче Они просто увлекались Типа Играми Хотя в 96 году Короче те еще игры были До свидос И они типа пришла Вот игры были настоящие Не то что сейчас говно Ну да Как люди тоже были настоящие Сейчас И тем не менее Они придумали Короче сделать Игровую энциклопедию Типа давайте просто Напишем типа Тексты Про игры Которые сейчас есть Несколько текстов Вот И изначально Это не был сайт Надо сказать Они попросили Бабла у Акелы Причем тогда Можно было в 96 году Просто попросить Бабла у Акелы 7500 баксов Короче Им дали бабла И Это был не сайт Это был короче Это была прога Чтобы ты понял Прил Приложение Понимаешь На винду Скорее всего Ну слушай Как энциклопедия Кирилла и Мефодия В те моменты Это было популярно Поэтому я не удивлен Да Да Вот И короче Это хреновина Распространялась На дисках С Акеловской Шнягой Я бы сказал С играми Великолепными И там В общем Ну круто Все Пацаны хотели расти Начали делать Новые статьи И так далее И в 98 Они поняли Что будущее За интернетом Все правильно сделали И начали делать сайт Реально Начали делать сайт Сделали короче Изначальный Аг.ру Между прочим Ну там Чуваков Естественно Их помотало Их везде приглашали В навигатор игрового мира Везде все Чего они там Короче Тем не менее Аг.ру существовал Был создан И был очень популярен В Boom.com В тот самый Когда короче Все такие Нихрена Оказывается Можно вкладывать бабки В интернет Здесь есть Аг.ру И в них вложились Golden Telecom Они согласились На Golden Telecom Здесь кстати Перечисляются такие компании Как Seventh Wolf Такие великие Локализаторы Пиратские локализаторы Седьмой Волк Помню Да Golden Telecom Которая Потом будет Вымпел Вымпелком Между прочим Ну не потом Вымпелком Их выкупил То есть поглотил И там Да Такое Что-то произошло Так Ну именно так Короче Пацаны существовали В какой-то момент Один из чуваков Вот этих двух Отпочковался Но Аг продолжал жить То есть все нормально было У них там дохрена была Реклама И вообще все У них огромная была библиотека Игр Читов Вот этих всяковых Кому-то это нужно Но тем не менее Тогда это было нужно Я реально Не я на АГ очень много ходил Я там Я смотрел там рейтинги То есть это для меня был Как кинопоиск По кино Вот для меня АГ был Как вот по играм То есть я там Там был рейтинг редакции И рейтинг пользователей Ну точно как на кинопоиске То есть блин Я вот сейчас смотрю У меня Во-первых Скупая мужская слеза Во-вторых стояк В-третьем Щекочет в заднице И все чувства Сейчас испытываю автоматически Поэтому да Это прям Ну тут так же Да так же написано Что АГ настолько были крутыми Что сделали Несколько дополнительных сайтов Например по ГТА По Фуллаут По моему По Elder Scrolls Готики То есть они такие Прикольные пацаны Они были реальными Энтузиастами Вот этой темы То есть вот реально Чуваки делали вещи Не то чтобы бабла Сорубить А прям вот нравилось Потом они естественно В 2008 Начали и про консоли Публиковать Как раз тогда И в игромании Началось Когда Логвинов Полностью сделал Видеоманию У него началась Тема про Playstation Вот это все Пошла тема 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 И короче Позднее После того Как они вот На самом пике были Короче Их выкупили А ну короче Они начали скатываться В какой-то момент Их выкупили Канобу Нет написано В 2011 Их Rambler Игры выкупили Для начала И Канобу Медиа Это видимо Кусок Рambler Игр Потому что Их вот слили Там между собой Уже Как два актива И да И два пассива Ну все да И в конце Знаешь что самое грустное Здесь так написано И видно что Короче просто Канобу их слили Реально То есть так как будто Они купили завод Просто и разорили его То есть это выглядит так Как будто Ну просто Во-первых Урезали зарплаты Аутсорс Чувакам Которые типа Приходили писать Статьи Вот Во-вторых Короче Во-вторых Короче Ну реально Слили Короче Вот Обидно Мне даже Ну это вот Как история Про Дэнди Да Про чувака Которого Та их компания Я уже не помню Как она называется Она Прибыльность потеряла За счет Прибыли От подразделения Дэнди Она пыталась Свои долги Погасить В результате Все это утонуло Вместе Так сказать Со всем То есть тут Ну Канобу Это больше Сейчас мейнстрим Это уже Будем откровенны АГРУ И игромания Да Тогда еще Тоже у них был Большой портал Сейчас я не знаю Что у них там Опять же Там команда сменилась Десять тысяч раз И игромания Нет Это не мейлру Их мейлру Не купил Как раз в мейлру Игры перешли Почти все чуваки Из игромании Которые еще Те самые Ну кроме Логвина Он перешел Сам к себе Ну да Да Это представление Представители Той самой Вот это Начало Рунета Когда у меня Подождение Подключился У меня только Появился интернет Еще тогда Лимитный Еще тогда Не безлимитный Я вот на АГРУ Заходил Скачивал там Карты ГТА 2 Это все прям вот Из тех времен И это круто Мне прям Столько воспоминаний Нахлынует Вот тогда интернет был Вот тогда было прям Реально интересно В нем сидеть Что-то писать Согласен Слушай знаешь Потому что Было меньше информации Она была классная А сейчас много информации Надо вычленять Сидеть вот реально Заниматься этим дерьмом Да Я вот Я честно Вот у меня есть мечта Я тебе сейчас буду По Мартину Лютеру и Кингу Говорить О том что У меня вот есть мечта О том чтобы Вот наша комьюнити Ювеб дизайн Когда-нибудь про него Вот так же сказали Что вот был момент Когда это была гениальная комьюнити Чтобы оно вот Вот закрылось Не если Чуть-чуть Когда-нибудь закроется Не потому что Кто-то там поглотил И слил А потому что Просто вот надо уходить На пике Да Как вот Да я не знаю Как кто А может просто До канала Может продадимся Я просто каждый раз Ну они предлагают Я не знаю Как это Вот да Поэтому Блин Вот я хочу Чтобы у нас Вот такое же Что-то сформировалось Я надеюсь Когда-нибудь мы найдем Ресурсы И силы На то чтобы это сделать Хотя бы бледную версию О Келе напишем Да Согласен Пора уже писать Ну или опять же В канобу Уже обратно Все-таки напишем Чуваки Дайте денег Мы согласны На все Делайте По буре Моисе Делайте со мной Что хотите Последняя тема Из светских новостей Про пиратство Твоя между прочим Мы можем перед ней Сделать перерыв Например Если нам Концовка Или нет Да слушай Я не знаю Или нормально Тебе нормально? Давай 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 На гектаймсе Статья Нам ее предложил Эмиль 02 Наш постоянный Так сказать Обозреватель Вот ему Представляешь Ему в два раза Урежут Зарплатный фонд Я тоже считаю Он забракнет Скажет Да пошли Он будет Не Эмиль 02 Эмиль 01 Если в два раза Ему урежут Вот да Короче говоря Здесь Старая как мир Тема О том Вообще Помогает ли Пиратство Узнаваемости Артистов Ну Узнаваемости Тех Кто делает контент Ну Хорошо Пиратство Есть гуд По Клише Вот этих Вот журналистов С ag.ru Да Или это все-таки Плохо Вот Провели исследование Реально То есть Здесь уже Не переливание Так сказать Из пустого В порожнее Вот появилось Новое исследование На какой-то cadiconqueensu.ca Working papers Пapers Ну Короче Вы поняли Есть в журнале Economics and Policy Суть Суть в том Что Я Я сухо Скажу Что Если судить По Популярности Так сказать Ну Здесь про музыку Да Здесь про Популярности Музыкантов То Топовым музыкантам Пиратство Вредит Про них И так Уже Все знают И пиратство Тупо У них Забирает Деньги А для Всех Кто До Среднего Так сказать Уровня Известности Пиратство Только Бустает Продажи Потому что Это Хотя бы Способ Заявить О себе То есть Вот Я кроме Шуток У нас Многие Российские Музыканты У них Авторские Раздачи На Рутрекере То есть У них Выходит Новый Альбом Они Сами Выкладывают На Рутрекер С Пометкой Авторская Раздача Их Там В новостях Публикуют Там Есть Какая-то Лента Для Авторских Раздач Типа Это круто Их Альбом Стоит Заценить Я хотел Вспомнить Хлипкий Лес Или Как там Был Хостинг Тихий Лес Новый Альбом Группа Дремучий Лес Тролль Гнет Ель И Реально Понимаешь Вот Я По себе Опять же Сужу Очень Много Вещей Я Сначала Послушал Или Как ПО Скачал Спиратил Ну вот Например Скринфл Да ты Брось Ну да Я признаюсь Камин аут Совершаю Такой пиратский Скринфлоу Например Мы пиратили Раньше А потом Просто купили Потому что Это реально Круто Почему бы И не поддержать Я уверен Что я не один Такой Мы не одни Такие Есть еще Примеры Я думаю Положительные Поэтому Да То есть Кто-то Кто-то Ну то есть Не кто-то А вот Судя по исследованию Для тех Ребят Которые Находятся В середине Где-то Своей популярности Для них Пиратство Это по-прежнему Способ Расширить Свою Фанбейс И потому что Даже если Эти люди Не купят Релиз Они послушают На рутрекере И пойдут На концерт Понимаешь Согласен И расскажут Тем кто купит Да Да То есть Это все равно Даст эффект Сарфану радио Но потом Это вот По экспоненте Уже начинает Падать Если ты уже Леди Гага То для тебя Пиратство Это все-таки Как кость в горле Потому что Тебя и так Все знают Но уже непосредственно В iTunes продажи падают Если вдруг Кто-то на MP3 диске Romantic Collection Передал твои Песни Уже никто не будет Их скачивать Через iTunes Покупать Как-то что-то еще Еще мишно Про Romantic Collection Конечно Пишите в комментариях Вообще свой Пиратский экспириенс Мы обязательно Передадим Куда следует Мы в ФСБ Сарфану Да Здесь про Эду Ширана Еще говорится О том что он Изначально заявление Такое сделал Что если бы не пиратство Я бы вообще не стал знаменитым Потому что он именно Нелегально распространял Свою музыку Просто Ну его песни Пересылали слушатели Друг другу Еще когда он был Студент в университете Сейчас он правда Занимает иную позицию Его можно понять И согласно новому исследованию Отпираться Страют в первую очередь Топовые артисты Да Вот то что я и говорил Блин Как же он поменялся Видишь Как сразу жизнь Тварь вообще Просто Австралийская Да Он из Австралии Я не помню Ахрен его знает Не знаю А я знаю что он рыжий Загуглю за секунду И Сейчас Сейчас Британский Блин британский Британский Почти из Австралии Такие дела В общем Вот Такие светские новости Я думаю что мы сейчас Перерывчим Ну давай Потом у нас продолжение Всего-всего Только скажи мне Когда паузу нажимать Да я скажу Я сначала скажу нашим слушателям Чтобы они далеко не уходили Что Вот нас раскритиковали Тоже люди За то что у нас Фальшивые аплодисменты Для патронов И сказали А вы ищите сами другие А вот я не искал пока И я не думаю что мы будем Пока искать другие Предлагаю фальшивые Предлагаю да Во-первых мы оставляем фальшивые Во-вторых мы говорим Что они не фальшивые Это искренние аплодисменты Вот Еще чуть-чуть вам Аплодисментов Отсыплю вам еще этих запятых Еще этих аплодисментов Всем патронам спасибо Вообще всем вам Кто дослушал Хотя бы до середины Послушает еще после этого Отдельное спасибо Вы классные В перерыве поставьте лайк Нажмите на колокольчик Чтобы вам приходили Каждый раз уведомления Мы с вами увидимся уже Через несколько секунд Раз, два, три Пауза Продолжаем про наши новости А у нас кстати говоря Сегодня есть одна тема Которая и не разработка И не научпоп А именно житуха Типа И это причем твоя тема Одна по-моему больше Это причем одна твоя тема Нет Одна Одна Дерьмо Я думаю больше Вот это собственно она Да Стэн нам ее прокомментировал Причем это было еще Два выпуска назад Я опять же Это такая же тема Как про Про Музей Да вот это Вот что-то про музей Это из той же эпохи Очень старая Но давно ее предложили Я ее таскал за собой Что-то Видимо за волосы И наконец-то Решу про нее рассказать Некий Майкл Симмонс Так Во-первых да Стэн нам ее прокомментировал И вот Автор самой статьи Майкл Симмонс Нигер какой-то Странный Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Да Он Причем он Форбс Автор То есть Бестселлинг Автор Крутой типа чувак Статья опять же ВССуха по тебе Но Тем не менее 50 хлопочков Я ей поставил Потому что она Ну прикольная Но она реально жизненная Жиза Прям вот жиза Ну как тебе сказать Первая половина Да А потом пошла Какая-то пропаганда Причем Просто пропаганда Успешности Вот Роста личностного Вот такого Не в смысле И тебя прям Начало воротиться Мне начало прям Противно становиться Нас как максимальных Прокрастинирующих людей Конечно Мотивационные статьи Королей прокрастинации Фу Да Сейчас вот ты увидишь Прям тебе тоже Скорее всего Прям резонет Здесь у нас На фотографии Вы видите Троих успешных людей По мнению автора Первый Это Барак Обама Больший президент Соединенных Штатов Америки Второй Это Билл Гейтс Третий Это Уоррен Баффет Второй Это Билл Гейтс Президент Не знаю Это должен был сказать Больший президент Компании Майкрософт И третий Это Уоррен Баффет Президент Президент денег Да Президент денег Сто пудов Короче Начальных мира Как бомбать Да Вот здесь сразу цитата Чарли Мюнгера Миллиардера И партнера Причем Long time Бизнес партнера Уоррена Баффета Я не знаю Бывшего или не бывшего Партнера Так сказать Может быть Какого партнера Простите Я просто хотел бы Бизнес Бизнес Все-таки Ну ладно Бизнес Все-таки За всю Свою жизнь Я Не знал Ни одного Мудрого человека Который не читал бы Все время Вот Вот такая цитата И Тут причем Почему-то Вот Обаму Возвеличивает Ну видимо Видимо писал Так сказать Представитель Так сказать Креативной общественности Демократов Ну да Поэтому Я просто хочу уточнить Он не Афроамериканец На фотографии Он какую-то Хрен не знает Я понимаю Да Что ты думаешь Я разбираюсь В сортах что ли Этих чуваков Хорошо Ты Дисней что ли Чуть-чуть Сегодня мы все Дисней Лучший инвестор В истории Уоррен Баффет 80% времени Инвестирует В чтение И думание Вот так вот Такие вот Шоки и сенсации Самый занятой человек В мире Бывший президент Барак Обама Читал каждый Хотя бы Час в день В офисе Самый занятой человек Человек который Бургеры ходил Жрал На игры Специально Типа я пошел Жрать бургеры Без охраны Это самый занятой человек В мире у нас Без комментариев Это оставлю Пожалуй Да Самый богатый человек Билл Гейтс Всегда читал книгу В неделю В течение своей карьеры Ну Знаково нам показано Потому что реально Люди читают И наверное же Они не зря Это делают Вот такая заводочка Почему же Самые умные Самые занятые люди Находят час в день Для чтения А вот вы все говорите Ой да мы заняты Слушайте некогда Там говно Туда сюда Там дети Надо деньги Туда сюда Зарабатывать Ну и здесь написано Что Знание Knowledge is the new money Знание это новые деньги И о том что Те вещи Которые ты узнаешь Тот Интеллектуальный багаж Который ты нарабатываешь Он значительно ценнее Финансового багажа Вот такое Здесь Ни много ни мало Вот так нам говорит Автор И Он пишет о том Что Вообще В принципе Вот У нас Большая Быстрая идет Демонетизация Технологий Мне По Демонетизации Здесь в данном случае В табличке Заголовок Дематериализация Мне понравилось Кстати На данный момент Вот У нас В смартфоне Приложений На сумму Больше 900 тысяч долларов Почему Потому что Вот Видеоконференции Когда они только Зародились В 982 году Это стоило 250 тысяч долларов В пересчете На нынешние доллары С учетом инфляции Это 586 тысяч долларов Видеоконференции Сейчас это Одно приложение Ну причем Как бы Ну не одно В смысле Что только оно А хоть какое FaceTime Skype Неважно Помещается все В одном бесплатном приложении GPS Когда-то Опять же В 82 году Это стоило 119 тысяч долларов Ну то есть В пересчете Опять же Это 280 А сейчас Это просто Одно Одно приложение Бесплатно Яндекс.Навигатор Это не реклама Это просто Лучшее приложение Ever Ну и так далее Тут Несколько Так сказать Девайсов Еще указано Что Это и Voice Recorder Диктофон И часы цифровые 5-мегапиксельная Камера Библиотека Медицинская Видеопроигрыш Видеокамера Ну и так далее Все эти девайсы Теперь объединены В одном И еще И все эти девайсы Теперь бесплатно Ну то есть По факту Конечно По цене смартфона Но Если взять Задано Что смартфон У нас уже есть Откуда-то Из ребра Стива Джобса Нам создали Айфон Отдали Так вот Царство небесное Опять же По мужикам Лоб Платочком вытирать Говорить Все слова Что покойничек Стив Джобс Нам еще говорил Так вот Еще из его ребра Сделали Нам айфон И Бесплатно Все эти приложения Сейчас это уже Ничего не стоит Эти технологии То есть Вот если бы мы там Тратили свое время На то Чтобы изобретали Какой-нибудь условный Видеомагнитофон Теперь это типа Ничего не значит Теперь у нас ноль Вы банкрот Дырка Зеро Полная А вот если мы читали бы Все это время Какие-нибудь Умные истины О хорошем Добром Вечном Или как там Прекрасное Доброе Вечное То у нас все-таки Вот это бы не обесценивалось То есть Знания Которые мы получаем И опыт Вместе с этими знаниями Вот они Не девальвируются Практически никак Но только если Это не знания А я не знаю Ковки Какой-нибудь То есть сейчас Они уже не так важны С учетом серийного Производства Любых изделий И так далее Но тем не менее Я сейчас юродствую Конечно же Он здесь больше говорил О фундаментальных знаниях Типа там Как жить счастливо Как вообще Держать нос по ветру И там Как не охренеть Я не знаю Типа того Нихрена себе Да Здесь опять же Ну здесь много частностей То что я по таблице сказал Он здесь говорит о том Что вообще Вот даже Команда Google X А есть такая команда Это Google Автопилотная машина Вот эта вот машина-дрон Беспилотная Точнее Автопилотная Что я говорю Беспилотная Google машина Они купили Они точнее нам говорят о том Что вот Uber Они 700 миллионов Заплатили За Отто Я не знаю что такое Отто Но видимо Какая-то компания Которая Uber поглотила Ну знания какие-то А Компания Да Компания Которая всего была полгода 70 человек В ней были 700 миллионов Они за нее отдали Потому что вот мозги Потому что вот тупо Чуваки читали По ходу дела Вот просто Они в компанию Отто причитали Все читают Надо брать Потому что вот Умные же читают Значит вот Ну да General Motors Потратил миллиард На то чтобы купить Cruise Cruise Не знаю что Что это за компания Но суть в том Что В среднем В среднем Сейчас 10 миллионов Стоит один Skilled worker Один вот Рабочий с навыками А рабочий с навыками Это люди Которые начитанные Которые просто Имеют Общие скиллы И эти скиллы Они могут уже Приложить К каким угодно Так скажем Вещам То есть ну Если ты знаешь Фундаментальные основы Физики И программирования Ты можешь подстроиться Хоть под 2К8 И делать AG.ru Хоть под 2К18 И делать Какое-нибудь Суперреактовое приложение Ну или Канобу Опять же Если Скатываемся До Таких Аналогий То да До плохих Аналогий А всего-то Нужны Как бы сказать Фундаментальные знания И умения Их применять Поэтому Да То есть люди Умные Начитанные Они важнее Любых так сказать Технологий Потому что Технологии устаревают А прозорливые люди Которые умеют Работать Знают Как свои знания Приложить Они не устаревают Никогда Ну устаревают Конечно Я тебе так скажу Знаешь Кто не устаревает Хреновые чуваки Которые делают Скайп Потому что Робовосишь Всю тему подряд Вообще Но я стараюсь Тебя слушать Ну у нас Запись же идет Локально Что у меня Что у тебя Поэтому наши Уважаемые Подписчики Слушатели Зрители Они У них Да У них будет 100% Экспириенс VR На украинском Все как мы любим Поэтому Здесь Ирония в том Говорит Что Проблема Это не Отсутствие Так сказать Работ То есть Ну здесь Дальше он говорит О том Что Вот безработица Но безработица На самом деле Не в том Что нет работ Нет ставок А то Что люди С нужными умениями И знаниями Отсутствуют Для того Чтобы эти ставки Эти работы Так сказать Заполнить То есть Ну уже Больше нету Таких Должностей Где она просто Руками двигает Что-то уже Это все роботы Заменяют А вот умные Где надо Знать знания Простите за Тавтологию И их уметь Применять Вот таких работ Нужно Нужно Правильно Идентифицировать Важные знания В нужное время То есть Понимать Сейчас 2К 18 У меня есть Фундаментальные знания По программированию Но я почитаю Про React Или про Vue.js А вот будет 2К 10 Я про Flash Все-таки Почитаю Ну как бы Чуть Отойду От программирования Ну то есть Ну как в смысле От Я на Вот этот Скелет Программирования Навешу мышцы ActionScript 5 На котором писали Во Flash И все Пойду А вот в 2К 18 Я мышцы JavaScript С последними Релизами Экмоскрипт Навешу И опять же Все будет классно Второй Навык Это Нужно просто Быстро учиться То есть Как нам все время Говорили в институте Вас в институте Учат учиться Вот Нужно научиться Учиться Простите опять же За автологию Третье Коммуницировать И передавать Важность Своих Навыков Другим Короче говоря Soft skills Если ты не можешь Себя продать Грамотно В хорошем смысле Этого слова Не в смысле Сказать Я вам все сделаю А потом всех обмануть А реально Просто ну Уметь себя презентовать Уметь сказать Что вы без меня Никак Потому что я умею То-то, то-то, то-то Я вам умножу продажи Там туда-сюда Вот эти навыки Они важны Потому что Как иначе люди узнают О том что вы Супергений специалист Если вы им об этом Не умеете сказать Правильно Четвертое Вы должны сконвертировать Знания в деньги И результаты То есть Ну это Правильно их Короче говоря Приложить Что тут еще говорить Пятое Вы должны Финансово еще Инвестировать В обучение Чтобы получить Наибольшую отдачу Вот здесь Я начинаю же Подблевывать То есть Грубо говоря У вас должно быть Некое портфолио Книг Онлайн курсов Каких-то сертификатов Нужно К этому Прям подходить Как к своему Знание Портфолио То есть Что Ходите регулярно Покупать новые книжки Именно потому Что Вот это топовые Сейчас книжки Их нужно читать Знать И относиться К этому Как к своей Витрине достижений Так скажем И ее тоже Формировать Чтобы вот Выглядеть Хорошо На фоне Других И так далее Вот Как бы Я понимаю Да Что Действительно Это нужно Важно Но это противно Это не очень То есть Это не претензия Моя к статье А скорее Просто к жизни Шестое Нужно овладеть Навыком Опять же Как учиться Learning How to learn Я не очень понимаю Чем это отличается От Learn and master That knowledge Quickly Но да Короче говоря Вот То же самое Опять же Вывод Не будьте ленивыми Никаких Отмазки Все отмазки Как мы любим И просто нужно Что-то сделать И делать И все И цитата Ганди Вот эта вот Любимая Живите так Как будто завтра умираете А учитесь так Как будто будете жить вечно Я тоже люблю Эту цитату Это как бы Мне Конечно Не добавляет Мотивации Каждый день По часу читать Но теперь добавил С завтрашнего дня Начинаю С сегодняшнего нет Потому что я еще час Монтировать буду Все это дело А вот с завтрашнего Обязательно Буду читать Целый час Ваши комментарии Ну и все Здесь сразу Какой-то они Свой тренинг Рекламируют Бла-бла-бла Пошли нахрен Ничего не знаю В общем Интересная статья От суперавтора Forbes Но в конце Скатился Отписка Не ну скажи Что в принципе Эти пять Пять часов Пятичасовое правило Скажи что в принципе Это имеет место быть Нет Это полностью Имеет смысл Мне резонуло Только то что Обама И только то что Купите мой мастер-класс Как читать Пошел-ка ты нахрен Я и сам умею И мотивации Мне достаточно Просто ты вот Мне напомнил Что надо читать Я вспомню А теперь я горы сверну Просто стану Другим Майклом Майклом Симонсом Окей Окей В принципе Что Все Житуха кончилась Разработка Да И ты нам должен Сейчас сказать Что вообще Главное В разработке Главное Главное что У нас сегодня Мало тем Который Который Называется SmartApe Если вы Собственно Такой чувак Который Знаешь Типа Такой Прагматичный Чувак Не хочет Лишние бабки Тратить Ни на какое дерьмо Еще и хочет Чтобы у него Была охрененная Поддержка И т.д. И т.п. Зарегистрируйтесь По нашей Реферальной ссылке И пользуйтесь Хостингом Хотите Выделенный Хотите Обычный Хотите Что Хотите Короче Сами Настраивайте Хотите Чтобы вам Настроили Вот Что хотите Делайте Главное Зарегистрируйтесь Вообще Это Круто Я считаю Вы Опять же Это еще Один способ Нас поддержать Я до конца Буду говорить Сука Реферальная Конечно же Мы об этом Вам говорим Не скрываем От вас Этот факт И Если вы Нас поддержите То Маленькая частичка Вас будет жить В нашем кошельке Как-то Интим Слишком интимно Звучало Ну вот Тем не менее Это именно так И я считаю Что Это должно Придать мотивации Нашим Уважаемым Слушателям Зрителям Подписчикам Потому что Это круто Это здорово И вообще Да Спасибо Спасибо всем Кто уже сейчас Пользуется Смартейпом По нашей Реферальной ссылке Вы прям Вы зайки Смартейп Это классный хостинг Youwebdesign.ru Слэш Смартейп Так Тема Тема у нас Старая Добрая Велина Слушай Вот Интересно Есть вот такие люди Которые вот Нас слушали Там 20 выпуск Нашего подкаста 26 Почему я вспомнил Именно про 26 Потому что Недавно писали люди В комментариях Типа Блин верните Старые подкасты В iTunes И хочется их тоже послушать Но я как бы Говорю о том Что Ну не получается Потому что У нас РСС лента Которая подтягивает Подкаст в iTunes У нее Лимит На На то что 4 мегабайта В длину Может быть максимум быть Потому что iTunes Подкасты больше не хавают И поэтому А из-за того Что у нас там Реально много Метаданных всяких Вот влезает Там 50 последних подкастов Вот не более К сожалению Вот И я посмотрел А вообще-то Аудио Подкаст наш Выходит Только с 26 Выпуска До 26 Было видео Only А теперь вот С тех пор Начало выходить Еще и в аудио Ну так Просто Fun fact Забавный факт Для вас И вот Представляешь Есть люди Которые с 26 Нас слушают И там мы говорили Про темки CSS Tricks Про Криса Койера И вот Должна быть Какая-то преемственность Опять у нас Темки про CSS Tricks От Криса Койера Он уже рассыпаться Казалось бы Должен был Потому что уже Ну что Какие Причем Он должен был Рассыпаться На большие части Обязательно Ну толстые Да Казалось бы Ну где Крис Койер И где уже Современная Веб-разработка Он уже такой Мутант Такой уже Человек Который Должен быть От этого далек Но нет Он держит себя В форме Во всех смыслах Этого слова Поэтому Посмотрим Что он нам тут Принес 14 февраля 18 года Он эту темку Выложил Видимо Либо утром Пока Дама сердца Спала Либо уже Вечером Когда она Опять же Спала Он отпахал Весь день Потому что Этот день Он день за два Если не за пять За него стаж Прям много идет И он решил Нам такой Блин Чувакам Небольшую темку Выложим Базовые Так сказать CSS basics Базовые Какие-то вещи Из CSS И он нам говорит О том Что оказывается Для тех Кто не знал На самом деле Вот Я 75 процентов Этой темы Знал 25 процентов Для себя Открыл Представляешь Даже и такое Бывает Так вот Оказывается Можно несколько Background Images Накладывать На один Так сказать Элемент И это Я допустим Знал Но оказывается Можно еще И разные У них Делать позиции И так далее Смотри Смотри То что Можно комбинировать Background color Background image Знали наверное Все Сначала color Потом image И у тебя В результате Сначала Красным Все закрашивается Потом поверх Накладывается Background image Допустим Если он полупрозрачный В данном случае SVG Закодированный Мы видим на примере То крестики Нолики Поверх красного фона Накладываются И окей Все как мы ожидали Оказывается Можно еще Несколько Background image Через запятые Наложить Ну и в данном случае Здесь наоборот Здесь то Которое сверху Оно будет все Перекрывать То есть Если с color И имиджем Color Он все равно Будет под имиджем То здесь Когда несколько Имиджев То самый первый Он сверху Второй под ним И так далее Бутерброд Так сказать Сверху вниз Так вот Но это Это я допустим Тоже знал Я ну просто Накладывал Несколько таких Бэкграундов А вот Оказывается Свойство Background position Там тоже Можно через запятую Указывать Несколько позиций И они будут Соответственно Относиться К тем имиджам Которые тоже Через запятую Написаны выше Ну или там Ниже Неважно То есть Если у нас есть Background image Image 1 Image 2 Через запятые То если мы делаем Background position Top right Запятая Bottom left То у нас Top right Будет относиться К первому А bottom left Ко второму И это нам позволит Делать какие-то Сложенные там Рамочки Или что-то Типа того Потому что Вот у нас есть Четыре Background image Каждый из них Уголочек Уголочек Как это назвать-то Одуванчик Да Мне вот напомню Это парашютик От одуванчика Вот четыре Парашютика От одуванчика По уголкам И вот Каждый из них Это background image Но у них Position-то у всех Разный То есть Ну одна в одном углу Другой в другом И так далее И он вот Через запятую Четыре background position Просто нам Написал И все классно Все Мы можем сделать Такую рамку В идеале Было бы конечно По факту Изображение Это одно и то же Просто оно перекрученное По факту Было бы классно Если бы можно было Флипать То есть переворачивать Еще Ну допустим Там Как там это Транс Все Я уже не помню СС Вспомнил СКЮ Трансформ СКЮ Сколько-то градусов По 90 градусов Крутить Просто и все Ну нет Так нельзя К сожалению Делать То есть Единственное Че можно Че можно Это Вот Несколько Псевдоэлементов Крутить То есть У тебя есть Before И After Ты в каждой Из них Заложил Вот в данном Случа С С Как это Назвать Витиеватостью Такой С бахромой Какой-то С рюшечкой И сам Этот Псевдоэлемент Крутанул Через Скейл Х Минус Один Ну по оси Х его Так сказать Передвинул И да Тогда можно Использовать Всего лишь Одно изображение Ну опять же В смысле Кэширования Чтобы не Четыре изображения Кэшировать А только одно И оно уже Каждый раз Подгружалось И все Было хорошо То есть Вот да Такие возможности Можно сделать То есть Ну важно Помнить Опять же Что вот этот Порядок Стакания Первый Он будет Сверху А вместо Ну наоборот Если бы это был Цвет То цвет Был бы снизу А имидж Был бы сверху Кроме всего прочего В бэкграунд Можно еще И градиент Вкидывать Потому что По факту Бэкграунд Когда градиент Он как бэкграунд Имидж Рендерится Поэтому можно Написать Градиент Через запятую С изображением Ну и опять же Градиент Он будет сверху И здесь Вот у нас Изображение С совой Поверх нее Красный градиент Просто сделан И все То есть Вот так Вот так вот Немножечко Такой Супер микро CSS совет CSS basics Я вот Не знал Что можно Позиционирование Сделать Разное Все остальное Конечно знал Это действительно Базовые вещи Но я Почитал Нужным Некий такой Элемент Олдскульности В наш подкаст Внести Почему бы и нет Это было прикольно Когда мы Такие темки Разбирали И Согласен У нас весь подкаст Из них состоял Я сейчас Немножечко Тряхнул Своей стариной Так сказать Тряхнул Стариной Криса Куэра Дальше У нас пошел Научпоп И И снова Твоя тема Представляешь Панели из 80 Нам Константин Предложил И пишет Вот мы кайфуем От архитектуры 80 Так что думаете По этому поводу Это почти как Круглый кирпич Только пластины Круглый кирпич Это наш мем Помнишь Мы с тобой Я сначала думал Что за круглый кирпич А потом я вспомнил Что круглый кирпич Это мы с тобой вспоминаем А как круглый кирпич Это вообще класть То есть как его там закруглять Чтобы вот ну Круглую стену Из кирпича выкладывать Ну то есть Сам-то я себе ответил На этот вопрос Уже давно То есть ты перекручиваешь Просто там по 10 градусов И вот чуть-чуть крутишь И он Там же не идеальная окружность В конце концов Там что-то такое Полукруглое получается И да Короче говоря Вот это почти как Круглый кирпич Я открываю ссылку А там у нас Артемий Лебедев А там круглые кирпичи Artlebedev.ru Слышь Welton Towers Динамические фасады Небоскребов Welton Towers Короче говоря Им проект Такой задачу Такую сделали Разработали Фасады Которые меняют облик В зависимости от угла зрения Это мне напоминает Сразу Ситуацию С дорожными камерами Надо короче Сделать такой Номерной знак Который гаишники видят А камеры нет Вот Я просто много Таких реализаций Сяких разных видел Типа Какие-то Невидимые Скотч Который Камерами Не виден Буквы просто Выпадают А гаишникам Виден И так далее А там Какие-то ребра Опять же Кроме всякого Бреда Типа Выдвигающийся Номер Типа Что вот Ты едешь С опущенным Забралом Так скажем А когда тебя гаишники Останавливают Ты кнопочку жмешь Открывается номер Просто и все Вот мне Это самое Оно напомнило Но вообще Вот Поставили задачу Разработать Такие фасады Которые меняются И Строительная компания Крост Она вот Возводит Такие небоскребы В Москве Уилтон Тауэрс Три высоченных Небоскреба Среди современного Продуманного квартала Современный Продуманный квартал Эти маркетинговые Фразы Это конечно Да Мы предлагаем вам Жилье в современном Продуманном квартале Самым светлым Длительность Да Школ Там Парков Садиков Все лучше Транспортная развязка В городе Вот это все На самом деле Приезжаешь там в селе Короче Еще строят Только фундамент положили Школу Ну школу обещают Она будет Короче Да Когда-нибудь Блам-блам-блам Вот В студии для небоскребов Разработали динамические Фасады Меняющие внешний вид В зависимости от скорости Угла зрения наблюдать Более того Придуманы инновационные Принципы облицовки С помощью которого Статичные фасады Становятся визуально Интерактивными Здесь рендеры То есть это еще Ничего не построено Не приведено Так сказать В действие Здесь рендеры Так вот Что значит Визуально интерактивные фасады Почему они Настолько значимы Явление в архитектуре Вот давай так Я начну со своего мнения Опять же Достаточно Майнблойинг Для меня было Мне понравилось То есть Мне интересно Конечно Еще послушай Твоего батю Архитектора По этому поводу Ну да Мы с тобой тут Как бы такие Мы да Мы не то чтобы эксперты То есть Может он нам скажет Что еще Этот хрен Который начал строить Саградо де фамилии В Барселоне И который так и не достроили Хочется сказать Этот Растрелли Но нет Не он Другие архитекторы Этим занимались Их много Там за 400 лет Уже им занималось Вот он должен нам сказать Так они там Еще это сделали И как бы Лебедев Он не нов И кстати Скорее всего так и есть Я призываю Архитекторов Которые нас слушают А я уверен Таковы и есть Написать нам Чем они вдохновлялись Потому что Вот если это действительно Инновации То тогда они гении То есть Если этого не было А если это было В каком-то этом То они все равно гении Потому что Потому что Классно Это не ода Лебедев Ни в коем случае Но реально Прикольно получилось Короче говоря Современные города Стремятся к интерактивности Везде всякие билборды Панели Туда-сюда Бла-бла-бла А как бы это сделать Чтобы это было Так сказать Ну Более нативно Не то что у тебя Экран прям слепит Светит и так далее А чтобы это вот Было Не так навязчиво Но в то же время Завораживающе И прикольно Как участвовать В диалоге С архитектурой Но чтобы вот Это не было Так кричащей Как просто Суперэкраны Тем более Суперэкраны Они же загораживают Так сказать Обзор То есть Окна-то Закрываются Экраном Если ты напрямую Просто на небоскреб Нахренаешь экран То люди Сквозь него уже Которые внутри небоскреба Они ничего не увидят Ну то есть Опять же Я видел Сейчас есть такие экраны Типа с сеточкой Когда ты видишь Но все равно Там затенено А в данном случае Эти панели Они между окнами Облицованы Сделаны У этих небоскребов И как бы Вот люди внутри Не страдают Абсолютно никак Так вот Здесь сделано так Что эти панели Они с ребрами Разными Они по-разному Преломляют свет С разной позиции Как 3D-картинки Знаешь Которые в магнитике Вешаешь И там Путин Из Медведева В Путина превращается Да-да-да Я вижу Как это выглядит Это прикольно Вот В общем У меня только другой вопрос Это прикольно В плане того Что просто прикольно Типа как архитектура Или они реально хотят туда Рекламу вхреначить Слушай Я думаю Что что-то там будет Может быть Пенис гигантский Я не знаю Только по Vice City Помнишь Там была шутка Когда Окна загорались В форме письки В полночь Или там В 2 часа ночи Не помню Да-да-да Идеально То есть Я думаю Да Какой-то информационный смысл будет Какой-то контент будет Тем более Ну раз он сказал Про аналогию с билбордами Они Не он Как бы Не Лебедев сам А тем не менее В общем Как добиваются Такую хреновину То есть Если просто Идти по вертикали вверх То есть На дроне Подниматься С первого этажа На 10550 Миллионный То картиночка Статичная Потому что Ребра Они вот Ну по По вертикали Они не меняются А вот если Ходить по диагонали По кругу Еще и с разной скоростью То там будет Прямо цвета музыка Ярко Девочки открывашки Панели Из чего они сделаны Короче говоря Из стеклофибробетона С металлическими вставками То есть Стеклофибробетон Это так скажем Черный пиксель А металлические вставки Это белый пиксель Металлические вставки Отражают свет Ну там Что там Небо Ночь Фонари Вот это все А эти бетонные Стеклофибробетон Они Его Поглощают И поэтому Вот этот рисунок Он такой Ребристый И за счет того Что эти ребра Простите Опять же за тавтологию Ребристые ребра Они Ориентированы По-разному Где-то по вертикали Где-то под углом Чуть-чуть Где-то горизонтально Можно прям Бесконечное количество Комбинаций делать С разных углов Все это будет По-разному выглядеть Надо ну Опять же Это делается Наверное в мелком масштабе Играется с этим А потом уже Ну делаются Гигантские И так далее Они легкие Прочные То есть Стеклофибробетон Для чего Для того чтобы Небоскреб не весил Еще дополнительные 100 тысяч миллиардов тонн И чтобы Но при этом Они прочные Потому что Ну дует ветра Дует ветра На небоскребы На них действительно Гигантская нагрузка идет И поэтому Вот Эти материалы Они еще и прочные При этом То есть Все классно Из них собираются Видишь самые разные рисунки Здесь Девять типов панелей Дают возможность Создавать плавные градиенты Ну плавные градиенты Вот кстати у нас В Челябинске На Челябинск-сити Есть же такая хрень Да То есть там Диодиками бегают Всякие узоры И так далее Ну просто по прикольчику Рекламу я там Не очень видел Я видел там Как-то раз Флаг России был По приколу Да Так Вот А вторая здесь Картинка Всего лишь Пять имитирует Эффект покадровой анимации Вот там Вот в этой Покадровой анимации Даже Микки Маус Видимо можно сделать Но там Как бы Каждая панелька Это как пиксель Ну Здесь прям будет Вот Восьмибитная Такая графика Но почему бы и нет Это классно Это прикольно Я Реально У меня Ну не то чтобы детский восторг Но мне интересно Мне нравится У тебя взрослый восторг Да У меня взрослый восторг Случайно Случайно расположенные Панели Превращаются В переливающуюся Фактурную поверхность Ну здесь просто там Бегают квадратики Как в Тетрисе Да Здание облицовано Таким образом Красиво при любой погоде В пасмурные дни Они выглядят однородно А в ясные по фасаду Проплывают приятные рябь Из облаков Благодаря Ну зеркала Они отражают Реально облака То есть там Не будет что черно-белое Это все А именно вот Играть красками Всякими Представляешь как слепить будет Ты проезжаешь Тебя солнечные зайчики Слепят Все аварии Полный МКАД стоит Шесть полос Туда-шесть обратно Все Ну да Я вот тоже не знаю Как они хотят с этим бороться Но окей Ну видимо Что-то как-то будут Да Видимо из этих ребер Стеклофибробетонных Не будет настолько Прямых отражений То есть там прям Вот ну на долю секунды Тебя может слепанет Чуть-чуть И то Я думаю Они настолько мелкие Эти ребра Что не будет такого места Откуда реально прямой луч От тебя до твоей машины От солнца Точнее до твоей машины Вот так преломится Ну посмотрим Посмотрим Если они будут реально Очень мелкие Если там не будет Просто одного зеркала Пятна Который еще можно будет Крутить изнутри небоскреба И слепить кого-то Точечно Ну да В общем Динамические фасады Они полностью отвечают Нашему представлению о том Как должны выглядеть Современные дома Даже больше Это часть видения Современной архитектуры В студии Артемия Лебедева Напоминаю Если сами они это придумали То гений А если откуда-то слезали То напишите Откуда слезали Просто интересно Я думаю Что они с какими-то Архитекторами В любом случае Советовались Консультировались А возможно Это делал какой-то Архитектор конкретно Здесь снизу указаны Кредит Худрука Артемий Лебедев Арт-директор Эркен Кагаров Ну и здесь Можно посмотреть В чем он участвовал То есть при наведении Здесь есть Так скажем Регалии Архитектор Олег Стукалов То есть у них есть Видимо штатный архитектор Все-таки Ну и менеджер Лариса Мельникова Видимо Человек который С Кто тут у нас Да С третьей компании Крост Она Лариса Я думал Она с Велтон Тауэрс Просто согласовала Она просто коммуницирует С ними Слушай у тебя кажется Тут фибростеклобетон Туда-сюда Здесь есть еще ссылка Процесс Она больше Показывает Гифок Разноцветных По поводу того Как же это все-таки Вот ну Делается и так далее Завораживает Завораживает Кстати здесь больше Примеров И там видно прям Ну цифры какие-то Буквы То есть да Будет Будет какой-то Информационный контент Это нести Но я думаю Не сильно много Может быть часы Погода Опять же какие нахрен Часы погоды Это же один раз И на века делается Их же никто не будет Перевставлять Часы погоды Это серьезно Это же сложно Это ну Если они будут там Впаяны Вварены У меня только вопрос Где эти дома В Москве стоят В Велтон Тауэрс Но их еще нету Они так сказать То есть это в проекте Но они будут Может быть они в Москва-сити В этом хрени В этом комплексе Не знаю Вот я пишу В Велтон Тауэрс Это часть ЖК Уэлтон Парк Расположена в столичном районе Хорошего Мневники Запроектировано Строительство Трех небоскребов Общей площадью 80 тысяч квадратных метров Высота составит Это все еще проект То есть вот Ну Все Можете погуглить Кому интересно Велтон Тауэрс Велтон Парк И Да То есть там есть Квартиры Видимо какие-то Или что это От 185 тысяч Рублей До 5 И 300 Миллионов Видимо квартиры там будут Просто тупо квартиры Площадь от 28 до 120 Квадратных метров Это 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 жилой комплекс будет Понял Это еще и жить можно будет Я думаю Это сейчас на офиса Покупая Строящимся Можно уже брать Да там косые окна Как там Куит-то выходить Как там Кстати да Где балконы Где На чем вешать растяжку За Жириновского Как-то к тебе придут Скажут За 100 рублей повесь Я не понимаю вообще Что сделали Давай переделывай Лебедев короче Заново Давай Две твои темы Осталось Научбоп Две мои темы На самом деле Их типа три Потому что в роботах-убийцах Две Но я их так скажу Как будто это одна Нихрена Одна большая Толстая тема такая Короче Давай А сначала перед этим Вафа обзибри Про рекламировал Про декларировал Про Несся 24 еще Января Это была тема Сам не читал Он написал Манифест для чего Нужен современный музей Все Тема короче Лучшая тема За все 150 тысяч подкастов На самом деле нет Тема короче На стрелкам магазин На модном стрелкам магазин Короче Тема Надо представить себе Что мы все с корешками максимально Все наши слушатели Все наши зрители Представили Для начала я себя еще представляю Сейчас с корешкой Ты с корешкой представился? В лего играх Ты надеваешь так На бок Неловко Там какой-нибудь Да Шлем Чтобы тебя За своего Вот я корешку На бок Сейчас надел И меня принимают За своего Так Погнали Тебя приняли за своего Короче И в чем суть Вообще на самом деле Тема абсолютно Какая-то пустая Вот пустая Прям пустая Но мы ее наполним Чем-нибудь Красками Зальем Короче Стрелка Магазин Запускает рубрику Да Запускает рубрику Манифест Где эксперты Формулируют Главные принципы Современной культуры Объясняют Какими должны быть Сегодня музеи Театры, парки Образование, архитектуры И начали короче С того Что некая Клара Броххаген И Джессика Твитчел Мне нравится Что Твитчел Мне нравится В принципе Все люди Скорин Твитч В фамилии Короче Так вот А мне с Хаген Потому что во второй годике Был Лорд Хаген Все, извините Продолжаем Хорошо Они кураторы независимого Художественного пространства В Кельне, между прочим Эти девочки две Они с корешками, кстати Я здесь наблюдаю Но одна с корешкой А вторая в шапке Слушай, та, которая Вот Типа с корешкой Мне кажется Она у нее не очень подрезана Сзади Это просто такие волосы Причем она какая-то БУ Она прям уставшая уже То есть будешь еще оценивать Да, как выглядит Ну ладно, извините Дальше продолжаем Клара и Джессика Короче Они, между прочим Да Кураторы независимого Художественного пространства Я сказал Который называется Ты должен мне помочь Как это читается По-немецки Симультанхаль Какой-то Симультанхаль Так, так Все Пять баллов Пять баллов Пять из пяти Их и других художников Фонд Белля И музей Мома Между прочим Музей Мома Все должны знать Абсолютно все Кто с корешками ходит Должны знать Что музей Мома Это Музей современного искусства В Москве Позвали в помещение Нового образовательного центра Московского музея Современного искусства Рассказать Я даже не знал Так что Тем не менее Да Рассказать о том Какими могут быть Современные музейные практики И здесь Чтоб ты понимал Московский современный музей Это не одно помещение Это Как бы Пантеон помещений Это целая Мома Я понял Это несколько Мома целая Помещение Их много По всей Москве Тебе даже придется Поездить на метро Чтобы доехать До разных зданий Музеев современного искусства И тем не менее Вот им Это уже Вот тебе здрасте Прям полный Вот тебе здрасте Да Им короче Выделили вот такой гараж Ты посмотри Я смотрю Да Да вижу С пимпочками Это просто Такое чувство Что вот мне батя Говорит В ангар сходи Говорит И там принеси Не знаю Ведро краски Быстрая ассоциация Мне ассоциация Вот эти две пимпочки Ассоциируются В игре на Nintendo Entertainment System На Dendy В игре Черный плащ Были такие монстры Типа снеговики С такими лампочками Им как раз надо В эти лампочки Сверху попадать Чтобы их убить Надо было два раза попасть Вот тут как раз Две такие лампочки В которые надо два раза попасть Все извините Хорошо Отлично Но тем не менее Обычно именно такие помещения Для арт пространств И делают Вот такие супер ангары Которые заброшены Ну я в Калининграде В таком был Называется арт ворота Ну и там как бы Оно было сделано В здании Старых ворот То есть там Вокруг Калининграда Целое кольцо Из бывшего Кенигсберга Крепости Так скажем И там некоторые ворота Они уже просто Как стендалон Здание остались То есть стены К ним уже не примыкают А просто ворота Они как дома Стоят такие Хотя по факту Как бы Ну это Это ворота Вот А у нас в Челябинске На Свободы 2 Была выставка Я уже не помню Все просто Она называлась Кажется Ну там бывший завод Оргстекла И там тоже Они вот это Арендовали там Как раз такие ангары Под конференц-залы Ну короче там Все классно было Все как раз С корешками были Я там тоже Проходом был Ты тоже был с корешками там? Я там Я опять же Набок и надевшим За своего приняли Очки круглые Большие Без диоптрии Без стекол Круглые Большие очки Да Зачем стекла? Так вот Короче я просто расскажу Что Короче где я был В московских В музеях Московского Современного искусства Или московском В московских Современных Я понял Да в МОМИ Короче Это все на самом деле В основном Какие-то такие Супер старые здания В центре Москвы Ну иногда в центре Иногда не очень И там короче Это на первом этаже В основном всегда Ну или на втором этаже Такое супер какие-то Здания Где реально Как будто вот Ну обычные Какие-то старые здания Пятиэтажки условные Да И короче А то есть Не совсем старые Как у нас на Кировке Там дома купцов бывших А все-таки Вот что-то более Вот такие Да Там абсолютно белые стены И звездкой Короче побеленные Примерно как у меня дома Только Ну только не так Вот И значит Короче суть какая главная Суть такая что Короче ты приходишь Мы ходили еще бесплатно Я надеюсь что К этим девочкам Тоже в ангар Можно будет бесплатно Прийти в тот самый день Когда есть бесплатный день В Москве Когда туристы ходят По музеям И короче Мне очень запомнилось Тебе тоже понравилось Наверняка Супер классный Музей современного искусства Там это разные выставки То есть по сути Выставка просто Вот допустим В 2017 году В зимой Такой-то чувак Выставляется в таком-то Музее современного искусства Условном Да В помещении Был очень классный чувак То ли из Аргентины Меня поправят Знатоки Знатоки хипсеры С корешками Меня поправят То ли из Аргентины То ли откуда-то Короче чувак Очень классно сделана Сама вот тема То что ты заходишь Сначала в маленький зал Он такой как бы Кинозал Там нет света Там есть проектор И типа кино И чувак просто сначала Рассказывает Как он живет Почему там Что кого Короче ты узнаешь Немного о чуваке Не просто ты пришел Это там какой-то там Церетели условный Да Ну окей У Церетели Там просто есть Отдельная комната Где фотки Как он с Пугачева Обнимается С Джономом Леноном Ну условно С Полом Маккартни Уже понятно Что это не хрен собачий Вообще Вот А тут просто чувак Какой-то из Аргентины Супер хипстер Но он уже такой Знаешь Преклонного возраста Чувак Ну не преклонного А знаешь лет 50 Условно Вот И у него супер классная идея Он короче Собирает Дощечки Знаешь Вот такие навесные мосты Между горами Вот И они из досок состоят Ну вот Я отлично понимаю Сразу вспоминается Фото сансплэша Да И он берет вот такие Короче штуки Которые уже типа Отпали Отжили свое Доски На которых рисуют Какие-то короче Картины Прикольные То есть Представляешь У него картина Она такая продолговатая Штука Он какими-то там Супер красками Специальными На этом дереве Делает Короче И там На стенах Именно по несколько По два Может быть по три Такие короче Доски Располагаются Вот И там Очень классные Картины Которые Блин Они как бы Я не знаю Они Из-за того что широкие Они классно выглядят Там есть типа чувак Который просто лежит на дороге Типа И это все на доске Короче И он просто типа Смотрит на звездное небо Это так широко Короче Выглядит круто Что ты прям сидишь Ты просто захотел Там лечь Прям в музей Сейчас там бабушки Не смотрели Да Ты не представляешь Как сложно мне это визуализировать Но допустим Я примерно понимаю Да Вот Это И оно атмосферное Оно еще подсвечивается Там как бы полумрак такой И подсвечиваются только Вот эти вот деревяшечки И оно короче круто Ты еще перед этим узнаешь Что он такой Ты чувак Там у него сыновья Дочеря Бла-бла-бла Ты про него немножко узнаешь Что он там живет Часто гуляет Ходил Бродил Короче И прикольно Насобирал дощечек Практически как бутылок Насобирал И вот театр пространства Вот Потом еще я просто расскажу Быстро опять же Просто тема здесь Ни о чем на самом деле Да Я просто думаю Скролить Не не скролить Я пытаюсь чуть лениво Скролить Но там не об этом вообще Поэтому Да Там девочки вообще говорят о том Что просто Вот прикиньте Музей Это должно быть как театр Или не знаю Бар условный Круто было бы Чтобы типа Люди Чтобы люди Которые приходят в музей Приходили туда Часто Тусили Встречались Общались Вот здесь написано Знакомые поселились Друг с другом Надо просто чтобы люди Друг друга узнавали Вот ты пришел в музей А так это же тот самый Вася Там Петров условный Петровский скорее всего С фамилией Петранштерн какой-нибудь Петранштерн Да Вася Петранштерн Пришел опять снова Мы с ним бухнули Прям в музее Как в баре например Кроме этого Типа Не только хранить старые экспонаты Но и заставлять думать о современности И они здесь говорят Что типа Вот современный музей Блин А кто сохраняет Типа современное искусство Сохранили Круто А где Кто будет сохранять Эти унитазы стоящие Я не понимаю Кто Кому А кто потом посмотрит Наши дети не увидят их Причем я реально Был в таком Ну ладно Скажи потом я скажу Да я причем реально Был в таком музее Где просто короче Шкаф стоит С открытыми дверцами И там внутри какая-то хрень И можно фоткаться Внутри него Вот это инсталляция Я просто охренел В шкафу сфоткаться Сейчас бы в шкафу сфоткаться Как будто ты любовник Как будто ты любовник Да В трусах бежишь Просто и все Я о чем говорю-то Я просто ну Недавно так сказать По объявлениям ходил В квартиры И вот Просто по объявлениям ходил Просто да Я не буду говорить Подробности Я по объявлениям хожу в квартиры Да Вот работа такая у человека Ну Так вот И Муш на час Я был в одной из них Как раз у нас В самом сердце Челябинска Прямо на площади революции И я тебе скажу Есть люди которые сохраняют Унитазы старые Ну это За неимением денег Они сохраняют Вот да Потому что Такие всегда будут И вот Захочется так сказать Периода 60-х что-то Вот в эти дома идешь Короче Просто рейдерский захват Осуществляешь Даешь им тысячу рублей Они тебе еще в попу Дуют Целуют И как бы И все счастливы А ты делаешь Современный музей в ангаре Поэтому Да Я думаю Эта проблема решится Как нельзя просто Это у них в Гермальне С этим туго Там люди как бы Все действительно Выбрасывают Меняют там И так далее А у нас не У нас как бы Можно реализовать Все их тайные фантазии И замутить Любой эпохи музей Да Еще о тайных фантазиях Опять же девочки говорят Что Ну собственно Те которые давали интервью Они говорят Что круто было бы Во-первых Ну не круто было бы Это вообще в принципе Основная суть Современного искусства Оставлять зрителю Пространство для размышления То есть реально Поставил унитаз И размышляй И вокруг него Три квадрата хотя бы Чтобы можно было Как-то хотя бы И встаешь подтираться Чтобы колени в дверь Не упирались Я понял Да Но тем не менее По поводу пространства Для размышления Вот те музеи В которых мы были Есть очень классные Тоже опять же была выставка Очень классная Какого-то абхазского чувака Который просто Делал Скульптуры Бутылки С чачей просто делал Не-не Реально Там вот я реально Я думал в современном искусстве Я зайду там унитазы бутать Не-не Это реально чуваки Нормально Ну то есть Оно как бы немножко По-другому выглядит Ну просто уже столько Анекдотов было Про музей Современного искусства Что да Немножечко это так сказать Грязью облили Этот формат Хотя по факту Да Я-то как бы абсолютно точно уверен Что это нормально Ну и в том числе современным Чуваком Который делает современное искусство Считается Церетели Например Он просто наш современник Это не считается Какой-то знаешь Такой странной хренью Хотя у него очень Странная Скажем так Скульптура Странная хрень Это синоним Вообще Странная хрень Это плюс синоним Церетели Второе имя Странная хрень Вот Но мне очень понравилось На самом деле Супер классный У него У него картины Мне не как бы Не то чтобы не зашли Я как бы Ну не знаю Не понравилась короче Картина После Третьяковки Честно сказать Даже не знал Что он пишет картины Да У него реально До хрена Картина в Церетели И там супер гипертрофированная Все такое Жирными мазками Короче Такие Женщины С охрененными Пудрой Какими-то тенями Я не знаю До свидос еще Вот Но вот именно Скульптуры Супер классные Просто вот реально Сексуальные скульптуры Охрененные Вот Тем более я на халяву ходил Че в принципе Все на халяву А еще классная Нет Это не классная Короче Интересно В чем ты осекся Ну ладно В еврейском Центре толерантности Там можно было доплатить Естественно Там можно доплатить Вообще за все Доплатить за каждую минуту Время прохождения Я понимаю Но можно было доплатить Дополнительно За ту же выставку Там есть короче Отдельная выставка картин У какого-то чувака Условного Там Вайнштейна Да Ну Такой фамилии чувака Он писал Как он лапал всех Я понял Да Он как писал Как он приставал К этим к актрисам Нет На самом деле Там чувак Там есть прикольные вещи У него Там просто супер мазки Ты просто заходишь И ты Ну там просто Авангард короче Дикий Просто чувак Знаешь как на изо Мы делали Короче берешь На кисточку Краски И вот так вот Ее оттягиваешь И хреначешь И у тебя короче Вот Вот это Вот такая тема Но там что-то надо понимать Реально Есть одна очень классная Картина У него просто Картина серая Абсолютно Просто картина Вся серая И там ходила экскурсия Мы на халяву Примазались бесплатно Представляешь В еврейском музее Бесплатно что-то получили Это прям Да Примазались И реально Там девочка Рассказывала про то Что типа Вот это серая Типа картина Ты смотришь на нее И ты понимаешь Что в жизни нет Черного и белого Типа Мы такие Ни хрена Я думал Просто серым Картина намазала Нет Черного и белого Нет прикинь И там просто вот Ну это короче Это прикольно Что еще Далай лайминг Далай лайминг Да Сейчас Подожди еще У меня что-то еще было Сказать про это Потому что сейчас я в принципе Закончу уже говорить Про то что Да Короче В общем Они хотят чтобы все тусили В музеях Чтобы там была Недосказанность Чтобы можно было Знаешь Музей поменять С театром например Местами То есть мы будем Выставляться короче В театре Все люди будут Представляешь Сидеть И смотреть на эту хрень А короче Сорвался все А чуваки будут выступать Да А чуваки будут выступать У нас в музее То есть ну не знаю Такой экспириенс Например Типа Что еще В каждом новом городе Художник должен создавать Работу заново Но это прикольная тема Хотя про сохранение Тут тогда речи нет Но допустим Если чувак Который выставляется В Москве и в Риме У него Если у него Тот самый унитаз Который стоял в Москве Он выглядит так То в Италии Он должен его поставить По-другому Соответственно С макаронами Полный унитаз Макарон Идеально То есть он в смысле Должен кастомизировать Локализовывать Так скажем Да Локализовывать И из-за этого Появляется душа И прикольно Съездить на этого художника Представляешь Я съездил в Рим На условного чувака Я согласен Это как ездить За любимым исполнителем И ждать Что именно в Красноярске Он исполнит Тот хит Который стал популярным Типа лайф Выступления Они всегда разные В любом случае Ты по-новому смотришь Как Привет Челябинск Вместо привет Москва Представляешь У тебя другое изменение Да Ты смотришь И они каждый раз Это самый лучший город Самый лучший экспириент Самый лучший город И в следующем городе Самый лучший город В котором мы выступали Да Музей должен выйти На улицы города Ну это просто о том Что да Круто было бы Не просто Делать это в помещениях Круто было бы Реально выйти на улицы города Это даже не о том Что где-то там В подворотне Опять же ставить унитазы Это про то что Распространенная практика В Германии Опять же Реально просто В хату заходишь В квартиру кому-нибудь А там выставка Прикинь Перформанс Но вообще Вообще Я сразу вспомнил Момент Что у нас вот На Кировке Опять же Очень часто Там есть вот эти галереи Уличные И там очень часто Когда кто-нибудь Приезжает новое В художественный центр Или в Краеведческий музей У них Небольшая часть По крайней мере Рекламных заводочек Выставляется здесь На уличной этой штуке И она Дополнительно Конвертирует людей В посетителей Непосредственно С самого музея И это прикольно То есть ты Не билборды Оплачиваешь Условно На улице А ты все-таки Не какие-то части Своих Экспозиций Выносишь На улицу Ну естественно Либо муляжи Так скажем Либо самые Неважные Ненужные Которые Ну не жалко Если там вандалы Что-нибудь с ними сделают Но в общем Ты меня понял Немножечко Завлекать Улиц людей Но не банальной рекламой Растяжками Билбордами А вот Именно Часть экспозиции Выносить на улицу Это прикольно Да Ну вот такая тема Вот абсолютно Вот не с хрена Просто вот про музей А че нет А че нет Окей И последние две темы Которые у нас Срослись в одну Я их знаешь Не уверен Что вообще в принципе У нас конечно Много чуваков Которые любят заговоры Которые нас слушают Эмиль 02 Предложил тему Короче Почему не стоит Бояться роботов-убийц И почему все же Стоит бояться Роботов-убийц Ответное мнение Тема короче Про то Что У каких-то чуваков Каких-то видимо Супер реальных исследователей У них вышел ролик Скольки минутные Чтобы не ошибиться Семиминутные Короче Типа это кино Практически целое Которое называется Резни боты По-английски Слоттер ботс Слоттер ботс По-моему Да Да Все правильно Короче В котором они рассказывают Что нихрена себе Будущее наступило И теперь с помощью дронов И мини-дронов У тебя там мини-дрон Саня или нет Короче С помощью мини-дронов Можно Спокойно взять И реально Короче Убивать людей Причем убивать людей Массово Короче Это типа Оружие массового поражения Типа представляешь Ты такой Идешь по улке И короче Летит 50 мини-дронов И им очень легко Типа в башку Врезаться В башку Человека Соответственно Врезаться дроном И взорваться Типа Если типа он мелкий Особенно Это вообще легчайше В мелкую башку В какую-нибудь Вот Ну и Короче Суть какая Реально Окей Фильм про это снят И Типа Чувак Отвечает на это Знаешь Он типа Дисит Короче Такой Типа Батлит с ними И это знаешь Что за чувак Это чувак Короче Какой-то Супер Какой-то Вообще По обеспечению Там Супер Генерал Хрен кого Там США Занимается Хрен чем Короче Супер Секретными Разработками Умеет Сам Такую Тему Наваять Реально Придумать Короче Как захватить Мир И он Отрицает Все Он говорит Я посмотрел Ну они как бы не отрицают Он говорит Я посмотрел Короче посмотрел Есть несколько Типа Предположений Которые В принципе Вот В видосе Рассказывают Что типа Вот Это будет Быстро Короче Ну Происходить Если реально Террористы Сделают Много микродронов Это будет Короче Легко Это будет Там То Сё Пято Десято Несколько Короче И он Все это Типа Опровергает Говорит Нихрена Говорит Типа Защита Против микродронов Там Какая-нибудь Элементарная Сетка На Окне Условно Да Ее сделать Дешевле Чем микродроны С бомбой Соответственно Ну реально Дешевле Это как бы Никто не спорит Там Типа Там Окей Там Типа Мы можем Спокойно Сбивать их Типа Эти дроны И так далее Короче он полностью Типа Опровергает Я не буду вдаваться В подробности Реально Прочитать И плес Потому что Здесь реально Он по пунктам Разбирает Да вот Да мы Да Это все фигня Короче Микродроны Отстой Я Рулис Он написал Просто я сейчас Вспоминаю о том еще Что разрушитель легенд Как-то проверяли Можно ли в шариковую ручку Положить такое количество Взрывчатки Чтобы расхреначить Человека пополам Как в каком-то Как типа в Бонде В Джеймсе Бонде Нет нельзя Слишком мало Просто даже Они даже супер пластиды Использовали Которые МФБ Рассцы привозили Так сказать Они не раскрывали Даже формулу Туда-сюда Не получается Вот ну нет Слишком мало Не ну в башку Сань Ну Да хоть в жопу Какая разница Как это в жопу Ну реально То есть короче Ну вот хрен знает Чуваки имеют место Думать Они даже показывают Там в видосе есть Они ставят Типа Ну не человека Живого Там стоит манекена И в башку ему влетают Взрывают И все Манекен умирает Я посмотрю Если с учетом того Что 7 минут 48 секунд Ой я случайно запустил Я потом посмотрю И как бы да Заценю Ну вот Чувак это опровергает А они ему В следующей теме Ответку короче кидают Почему же все же стоит Бояться роботов-убийц Они говорят Вот мы типа Послушали статью Типа почитали Этого челика Он конечно крутой Базара нет Он типа Реально В там Совете хренов Нас это говорит И беспокоит Что говорит Никто Мы когда представляли Типа этот видос И вообще в принципе Он был типа Мы же типа Не просто по кипишить А потому что реально Типа проблема такая Существует Мы типа увидели Там реально Где-то там В Ираке И где-то там Это короче проводят Давно уже типа Реально с помощью дронов Убивают людей Короче Это реальная тема Что говорит Вот например Говорит Говорит Сетку типа Дешево поставить Ну ты говорит По улице будешь идти Че тоже сетку поставишь Они там вообще До свидоса Тоже разносят Ну короче И все И все Они-то реально Типа думают Что может быть Вот так плохо Все Слушай Вот я уже вижу А там еще знаешь какая тема Он такой говорит А че говорит Вот типа Вы показываете там видео Типа 50 дронов Могут типа Взорвать Весь Короче Университет условно В университете учатся люди Да То есть 50 дронов прилетело И всех нахрен Раздолбало Якобы Говорит Это как с помощью 50 дронов Это мужик говорит Он говорит А чуваки ему когда Отвечают Они говорят Так в смысле На 50 дронах Там мини дроны Понимаешь Там на каждом дроне Еще короче Мини штучки Которые вылетят еще из него Представляешь И страшно Это еще на то Что ядерные боеголовки Тоже они размноживаются На кусочки Когда уже летят Так скажем Это да Это видимо Такая практика Действительно используется Повсеместно Видимо с дронами В том числе Вообще Нам опять же скажут Я уже вижу эти комментарии Прямо визуализирую Вот опять Схалтурены На моей любимой Последней теме Там Че кого Вот именно Про дронов Хотел послушать Я бы не сказал Что она Что-то Ну камон Ну реально Вот да Просто Либо Либо У нас всегда Последняя тема Будет скомканная Либо вот ровно На одну тему Надо делать меньше Тогда будет классно Хрен его знает Или это вот Именно эта тема Такая беспонтовая Не знаю Это надо аналитику Проводить глубокую Примерно как У чувака Вот по дронам Поэтому В пух и прах Разносить наших подписчиков А они потом Нас в ответ разнесут В пух и прах Все как Как всегда Поэтому Да Че Заканчиваем Или ты хочешь Что-то еще Резюмировать В принципе да Нет в принципе все Нет Ничего больше Ничего больше Я для начала Да Я не хочу Говорить свое мнение Я просто не знаю То есть надо реально Посмотреть Это 7 минутный ролик Читнуть Посмотреть И Ну пока Пока Мне это все Видится Точно не в ближайшем Будущем А вот уж Через как Мы через 5-10 лет Заговорим Это уже вопрос Когда у тебя Дрон залетит Лично В суп Прямо падет Вот да Потому что Опять же В элементаре Уже говорилось Об этом То есть там Было И про микро Там реально Супер микротроны Которые размером С комаров И они отравляют Именно Вау То есть они тебя жалят И ты реально умираешь Просто от отравления Потому что Блин ну слушай Вот это еще более Крутая тема Взрываться в голову Врезаться Камон Это просто Средневековье По сравнению С реальными С жалящими Камарами Потому что Там Ну просто Я так понимаю Фантастика в том Что таких микродронов Не бывает Которые реально Как комары Размеры Что там Им пришлось Присмотреться А если я Фумигатор в плечо То тебе тоже упадут Это работает реально Окей Еще Обоечка Обоечка Да Ты опять еще Будешь загружать Долго Не Она у меня же Загруженная В принципе Я думаю Что вот этот Лежащий подкаст Лежащий камень Это наш подкаст Справа Так под него вода Не течет Абсолютно А домик И маяк Это что Домик И маяк Это вот там Где мужики А это там Где арт пространство А точно Все такие идут в него И попадают На наш камень Лежащий Смотри Там удобство На улице Еще вот Самый ближний Домик Кстати да А зачем Если можно В океан поссать Я просто не понимаю Ну слушай Как же цивилизованные люди Они лучше к нашему Камню подойдут И в комментарии Нам нас срут Согласен Кто дотерпит Потому что идти до него Все таки довольно таки далеко Да Это арт пространство В котором остановились Наши зрители И слушатели Для просмотра Нашего подкаста Если мы его ночью выложим Никто к этому камню Не подойдет Побояться Ночью шакалы Выходят Лисы Шакалы Позорные Вот да Бешеные Поэтому нет Это конечно нужно Обязательно днем делать Я надеюсь Что я прям сейчас После записи Это смонтирую И завтра Это все выйдет Для наших патронов Послезавтра Для всех остальных Поэтому напомню вам Что у нас есть Соцсети Телеграм-канал Подписывайтесь на Телеграм-канал Ищите нас в разных Соцсетях На ютюбе нам Пишите комментарии Ставьте палец вверх Подписывайтесь на Обновления Ставьте колокольчик В айтюнсе пишите Отзывы Ставьте звездочки Это все нам Помогает Творить дальше И пишите на Work Собака YouBdesign.ru Покупайте рекламу Да Все будет здорово Смотрите в описании Все ссылки Увидимся уже через неделю С вами были Александр Гончаров И Никита Тарасов Пока Через неделю Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok